Добрый вечер. Сегодня второй день нашей встречи. Мы говорим об успехе, о счастье прямо сейчас. Также затронем тему экономического процветания, богатства. Вообще-то нашему существу не должно сопутствовать богатство, удача. Богатство – это одна из форм удачи, как бы платформа, на которой можно организовать здоровый образ жизни, радостный образ жизни. Необходимо создать условия, базу. Ну, собственно, мы об этом думаем все, и я бы сказал, в основном только об этом и думаем. И, однако, в Пуране говорится, что если мы думаем о богатстве отдельно, от источника богатства, мы никогда не будем счастливы. Тот, кто стремится к личному счастью, никогда не будет счастлив. Вот такое утверждение есть, как бы ловушка существует. Иллюзия. Мне кажется, если я не подумаю о своем счастье, кто подумает обо мне? Если сам себе не сделаю успех, кто мне сделает успех? Кто в этом заинтересован вообще? Кроме моих родственников, может быть. Моей матери или их, моих детей, которые от меня зависимы от моего успеха. А остальные люди – нет. Они не доброжелатели. Каждый сам за себя. Ведь разве не так? Тут нужно быть сильным, бороться за свое существование. Если мы с волками живем, то нужно по-волчь разговаривать, общаться. И у нас культура должна быть такая. Это образ мыслей многих людей сейчас. Именно вот в век Кали, так описывается в предсказаниях ведических, что люди будут в век Кали жить каждый сам за себя. Это называется век мрака. Есть век света, есть век возбуждения, и есть век мрака в соответствии с гунами материальной природы. Век света – все природа дает само по себе. Природа ума, природа чувств, счастья уже есть. Нет насилия, нет конкуренции, нет зависти. Это какой-то золотой век прошлых, каких-то легенд остались, такие, знаете, красивые легенды. И мы иногда вдохновляемся, думаем, был ли действительно такой век золотой? Вот если это повторится когда-нибудь, может быть, в нашей жизни хоть что-то подобное случится. Золотой век, век счастья, когда люди даже думать плохо не могли о ком-то. Даже хищные звери не питались плотью. Такая была атмосфера природы, цветущая. И человек был частью этой цветущей природы. От его присутствия деревья распускались и зачались медом. Золотой век, какая мощь, какая сила, чувство, какая любовь. Все живое благоухало, природа сама давала необходимую пищу без особого труда. Не то, что мы сейчас боремся с сорняками, с колорадским жуком, мы не знаем, как эту культуру добыть. Его раздувают химикатами, потому что нужно как-то нам прокормить себя. Трудно вырастить хлеб насущный. Это золотой век. Он прошел, был когда-то в Сати-югу. Так, как говорится, Сати, значит, век праведности, золотой век. Ум людей был самосветящийся, подобен огню. Если в огонь бросить даже что-то нечистое, мусор, он сжигает, становится чистым. Ничего негативного не остается. Вот это ум. Человек изначально чистый. Он все трансформирует во что-то возвышенное, в светлое, в доброе, в великое. Это Сати-юга. Если мы научимся так мыслить, с ума начинаются наши изменения в жизни, куда ум, туда и все остальное, и чувство, и деятельность, именно туда, за иголкой, ниткой, и все остальное. Сначала мысль поднимается. Затем меняется век, и силы возбуждения берут власть. Потому что на одну четверть порог проникает все-таки в общество по закону времени. Времени материальной природы. Все, что существует, распадается. Затем снова возникает. Снова распадается. Циклирует. Пульсирует жизнь. И поэтому есть и век деградации, и век процветания, и век каких-то усилий невероятных, поисков потерянного. Возбуждение означает, что стройки, перестройки, трансформации, реформации, реформации, реформы. Мы ищем еще новое, еще новое, еще новое, организовываем, переорганизовываем. Борьба идет, борьба идет между людьми, между политиками, между семьями, между личностями великими и низкими. На всех уровнях борьба. А затем, как следствие этого, мрак наступает. Каждый сам за себя. И век мрака есть признак. Люди почему-то скрывают свои недостатки. И наружу выставляют только свои добродетели, даже если их нет. Они имитируют жизнь, имитируют золотой век. Это век нынешней Каалии. Есть притча, которой примерно 5000 лет, очень древний, услышал в Индии когда-то. Она мне очень запомнилась. Эта притча касается пандовов. Если вы видели Махабхара, то ли слышали об этом произведении. Есть целый сериал, переведенный на русский язык, захватывающий. Ют Иштира, старший брат пандовов, он принимал людей в приемные дни с какими-то вопросами, проблемами, хотя был императором, он лично встречался с людьми, которые имели сложности. Задача правителя и императора следить, чтобы люди не страдали в царстве, чтобы любовь их росла, чтобы счастье не уменьшалось, чтобы достаточно пищи, крова, одежды, чтобы семени распадались, чтобы каждый хорошо выполнял свой долг, имел квалификацию, обучение. Это все забота правительства. Ют Иштира был таким императором, и о нем говорится, что он заботился не только о людях, он обладал мистическими знаниями, он заботился о прадже, обо всем живом, потому что человек без праджи не может быть счастлива. Нужны и деревья, и другие живые существа, и необходим целый мир для человека, а человек необходим этому миру, он как представитель Бога здесь. Это самое разумное существо в нашем земном мире. И Ют Иштира принимал посетителей, а Пьемаседа, его младший брат, самый сильный человек планеты того времени, он был в приемной. И встречал этих гостей. И вот пришел первый посетитель и сказал, можно к императору? У меня есть одно сомнение, один странный вопрос, простите меня. А что за вопрос? Вот у меня есть огород, и я построил, оградил его забором. Но какая-то странная вещь происходит. Каждый день наблюдаю за этим забором. И мне кажется, я уже почти уверен, что этот забор уменьшает мое владение с каждым днем. Вы не знаете, что за явление? Что происходит? Он, нет, простите, я первый раз слышу об этом. Идите к Ют Иштире. Если вы говорите правду, он разберется. И человек вошел в тронный зал, Ют Иштире, сидел в медитации, чтобы быть беспристрастным. Как мы вчера говорили, медитация над двойственностью ум поднимается. И тогда вы можете быть абсолютно справедливы. Не думать, друг, враг, свой, чужой, приятно, неприятно, приязнь, неприязнь, пристрастие, нет, беспристрастные. Вы судья. Вы должны ум держать выше этих понятий. Ют Иштире сидел в медитации. Минутой позже пришел другой человек и сказал, я бы хотел к императору, у меня есть проблема. У вас какая проблема? Вы знаете, я воду развожу. Из большой емкости я разливаю в маленькие емкости, а потом развожу. Но что-то странное я почувствовал, разлив воду однажды. И я слил снова в емкость, чтобы проверить. И так оно и есть. Воды в два раза оказалось меньше. Я еще раз разлил, еще раз вернул воду, почти ничего не осталось. Вы не знаете, что происходит. О, я первый раз слышу об этом. Я не знаю, что происходит. Идите к Ют Иштире, идите туда. Если вы говорите правду, он поможет. Странный денек, подумал Пхима. И странные люди, и странные проблемы. И еще немного позже третий появился человек, говорит, мне нужно срочно к императору, у меня серьезная проблема. А у вас что? Еду вчера на слоне. Впереди большая стена, огромная дыра, слон-то проходит, а хвост застревает. Вы не знаете, что случилось? Что случилось? Что за явление? О, нет, нет, я ничего не понимаю. Идите к Ют Иштире, если вы говорите правду, он поможет. Но единек. И еще спустя время пришел четвертый человек и сказал, я здесь пришлый, я не местный, я к вам пришел из другого города, в Хастинапур. Но когда я подходил к городу, видел странное явление, я пришел с вопросом. Фантом, не фантом, но я видел среди цветущей земли, она же вся цветущая, безжизненную огромную гору. Гору камня и песка. Я никогда такого не видел. Я к ней подошел ближе. Не мерещится ли мне? И одна колючка росла из этой горы. И я ее дернул. И гора исчезла полностью. Вы не знаете, что это было заявление? Нет, я ничего не понимаю. Иди к Ютештире. Если ты говоришь правду, он поможет. Он мудрый. Его мысли настолько высоки, что он может быть прошлое, настоящее и будущее. Проходит час-другой, никто не возвращается из тронного зала. Фимасиана подходит, аккуратно открывает, и Ютештира сидит в медитации. И никого нет. Боже. И вот Тиштир. А где те четверо? Я пустил сюда четыре посетителей, и каждый имел проблему. Фимасиана, ты уверен? Но никого не было. Ну-ка, пиши мне каждого из них. С какими проблемами приходили? Как выглядели? Да, да, это были жители нашего города, они представились. И первый сказал, что у него огород владения крадет. Что это такое, Тиштир? Фимасиана, это очень плохой признак. А второй? А второй говорит, что у него воду, которую он разливает и разносит, уменьшается. А третий? А третий ехал на слоне, и слон прошел, а хвост застрял. Фимасиана этих людей, ты запомнил лицо, их нужно немедленно поймать и посадить в тюрьму. Это очень опасные люди. Ты мне можешь вообще объяснить, что за люди, что за истории? Первый человек, у которого огород крадет владение, огород, забор олицетворяет закон. Огород – собственность человека. Век Калии, нынешний век Калии, пять тысяч лет назад это была история. Век Калии, закон будет ущемлять права человека. И вот ишь ты же, как такое может быть? Ты император, как ты можешь такое говорить? Как это закон может ущемлять права человека? Закон защищает человека? Век Калии это случится. И по-другому люди не смогут управлять. А второй? Тот, который воду развозит, это человек, который заботится о своей семье. Вода – это его жизненная сила, которую он отдает своим детям, жене, престарелым родителям, племянникам, дядям, тетям. Он заботится столько много, он должен делать, но взамен будет получать все меньше, меньше и меньше. Век Калии, Пима, дети перестанут заботиться о престарелых родителях. И вот ты штира, ты страшные вещи говоришь. Неужели такое время может наступить, чтобы дети перестали заботиться о своих родителях? Они не смогут. Они потеряют уже к этому интерес. Они будут думать, что у родителей своя жизнь, а у меня своя жизнь. Мрак наступит. Каждый сам за себя. И вот и штира, мне трудно поверить, о чем ты говоришь. Мне очень трудно. Ну, а третий человек на слоне, он проехал в эту большую дыру, а хвост слона застрял. Да, Пима Сиана. Век Калии. Это Деральи стверяет закон. И большой вор проходит безнаказанно сквозь закон незамеченным. А маленький вор застревает, его наказывают, его ловят. Век Калии больших воров наказывать не будут. Будут наказывать только маленьких воров. И вот и штира. Я ничего не могу понять. Что за время наступает? Ты прав? Ты правду говоришь? Ты уверен, что ты правду говоришь? Большой вор не наказан, а маленький наказан? Это же ужас. А как же цивилизация? А как же человек? А как же законы? Как справедливость? Век Калии, Пима Сиана, люди будут каждый сам за себя. Большой вор может постоять за себя. Потому что у него он богат. А маленький вор не сможет постоять за себя. Закон силы будет преобладать. Влияние, чем справедливость. Каждый сам за себя. Брак наступит. Этих людей нужно вызловить и посадить в тюрьму, сказал Ютышкин. Но за что? Они же пришли с вопросом Ютышкин. Нет. Пима Сиана, ты невнимателен. Они пришли с проблемами, но никто из них не выслушал ответ. Эти люди ускоряют приход Века Калии. Предвестники пришли. В Век Калии все люди будут говорить о проблемах, но никто не будет слушать истину. Все будут отвергать ее. Вот проблема, вот другая проблема, вот третья, вот 50-я проблема. И никто не будет слушать, что же такое истина, решение проблем. Нет. Вот это настоящая проблема. Это настоящая Век Калии. Люди не будут принимать авторитет священных писаний и прочие, садху святых. Но там еще был четвертый человек. Он видел фантом, огромную гору, безжизненную. И когда он дернул за единственную колючку, фантом исчез. Безжизненная гора испарилась. Это очень хороший человек. Это другой признак Века Калии. Есть одно преимущество у него. Век Калии – это искусственная цивилизация, подобная безжизненной огромной горе. Где человек себя чувствует одиноким. В тех каменных джунглях. В искусственных условиях. Где будут украшаться искусственными растениями. У женщин будет искусственное золото. Искусственная ткань. Искусственное поведение. Искусственная сексуальная любовь. Они построят эту цивилизацию практически безжизненную. И люди будут слабеть памятью и здоровьем. И только одно, кажется, незначительное средство может развить этот мираж. Вот эта колючка. Небольшое растение на этой горе. Это всего лишь имя Бога. Если им воспользоваться, человек просыпается, и мираж тут же исчезает. Век Калии, Пехмосфена, другого бодия не будет. Век Калии не смогут ни храмы остановить деградацию. Ни пожертвования и благотворительность. Ни размышления об Абсолюте. Люди не будут способны на это. Они думают, что это очень трудно, непонятно. Это лень. Тогда невозможно углубиться. И даже религиозные системы не способны будут остановить деградацию века Калии. И только одно средство может противостоять. Это имя, неотличное от Бога. Имя Бога. Эта история произошла опять с лишним тысяч лет назад. Сохранилась до наших дней. И если мы говорим об успехе, о финансах, то нужно добавить еще одну составляющую, прибавить интерес к абсолютной истине. На санскрите это называется тхарма. Тхарма – это также долг, обязанности перед кем? Перед абсолютом. Честность перед абсолютом. Почему так? Почему не перед человеком? Ну, человек относителен. Воры грабят, а между собой делят честно. Тоже честные люди. Все относительно. Но если мы перед абсолютом, познаем абсолют, и эта честность перед абсолютом называется тхарма. Платформа. Могущество. Мы вернем себе могущество. Честное слово нужно вернуть. Прежде всего. Честную речь. Представьте, если мы будем все честно общаться, нам не понадобится такой бюрократический аппарат в обществе. Нам не понадобятся такие силы контроля. Если слово будет документом с печатью уже. Слово не воробея. Говорит, вылетит, не поймаешь. Слово – это документ. Сколько в жизни мы говорим лишних слов, слов-паразитов или неприятных слов. И так мы продвигаем век калий, говорится. По звуку все происходит. Звук попадает в ум, создает образ. Есть плохие звуки, а отвратительные звуки есть злая речь. Злая речь предвестных смерти, говорит в советах. И ум наполняется образами. И сейчас очень трудно найти слово, глубокое слово, такое, которое бы сделало нас счастливыми. Вдохновило бы нас. Где эти слова? Где тот человек, который от всего сердца скажет мне эти слова? Который бы я поверил? Принесет мне счастье. Просто эти слова. Но это правдивые слова. Это не будет обманом. Он скажет, я люблю, и на самом деле так. На самом деле так, как он говорит. Но мы сегодня не уверены. Нам кажется, я люблю. А потом все меняется. Все становится привычно. Дхарма, где она? Где эта основа? Почему любовь умирает? Почему друзья обманывают друг друга? Маленьшая ошибка в расчетах, в расчетах. И мы уже сильно не доверяем друг другу. Веккали, говорится так. Маленьшая ошибка, небольшая, уже все. Дружба в росте напрягается все. Должники становятся врагами, были друзьями. А в долг давать не надо и брать. Нужны пожертвования. Нужна просто бескорыстная помощь, если кому-то нужна она. Так было заведено раньше. Никаких долгов не было, тем более с процентами. Это позже. Позже пришло по определенной необходимости. Нужно говорить о золотом веке, других вещах. Не было даже в мыслях кого-то закрепощать долгом. Просто ты хочешь есть, ешь. Не надо. Ты не обязан мне ничем. Потому что ты имеешь право перед Богом быть сытым. Все должны иметь пищу. Никто не должен голодать. Все должны быть счастливы. Никто не должен страдать. И люди должны в этом помогать друг другу. Называется тхарма. Тхарма означает так же выполнение своих домашних обязанностей, семейных обязанностей, профессиональных обязанностей квалифицировано. Если мы квалифицированы, мы все хорошо устроены. И из этой тхармы конечно же появляется артха, экономика. Естественно. Ведь даже и думать об этом не нужно. А думать нужно о тхарме. Если человек думает о славе, о не своей квалификации, он сделает какую-то подделку, как сказал мой учитель. Когда я учился в художественном училище, он меня многому научил. Он научил меня видеть красоту. Это был первый человек, который дал мне понятие гармонии, пространства и цвета. И он сказал, будь искренним. Если ты хочешь видеть красоту, создавать красоту, ты должен быть очень искренним. Ты должен любить космос, любить природу, любить мать. Он о Боге тогда не говорил. Он сейчас о Боге больше говорит. Он старше меня. Все остальное он говорит, выпендрешь. И все больше и больше становится, не обращая на это внимания, не стремись к этим вещам, будь искренним, люби то, что ты делаешь. Он как бы заложил какую-то во мне ту основу и, как он сказал, не напрасно заложил. Это хорошо. Это получилось. Что-то получилось. Так он в меня верит до сих пор. До сих пор в меня кто-то верит. Смотрите. Это у меня удача. В меня верят. В меня верит моя мать. В меня верит мой учитель. В меня верит моя жена, моя дочь. В меня верят другие люди. Но если я буду нарушать свое слово, если я откажусь от этой честности и искренности, что произойдет? Разочарование. Боль у кого-то. Цинизм. Обида на жизнь. Ведь люди сами во всем виноваты. Мир создан Богом. Он ни плохой, ни хороший. Мир – это закон. Нельзя его не обвинять, ни прославлять. А уж как мы с этим законом общаемся, мы решаем это. И мы получаем, что позеешь, то пожнешь, что посеешь, то пожнешь. Итак, тхарма означает долг. Если женщина, значит, будь женщиной. Знай свою тхарму, свой долг. Великий путь. Мужчина, знай свой путь. Что такое мужчина? Это человек слова. Если он обещал, даже во сне он сделает это. Это веды говорят. Это описание мужчины. Обещал во сне, сделает. Не нарушит слово. Слово офицера. Ему лучше умереть, чем потерять честь. Мужчина. Он обладает знаниями. Он не просто фантазирует, прожектирует. У него достаточно разума, чтобы воплощать желания. А что такое женщина? Женщина, это самая трудная роль в жизни. Самая трудная тхарма быть женщиной, быть матерью. Иногда приходится быть матерью. кто-то был матерью пророка. Каково? Вынесли такую тхарму кто-то может вообще? Пророка, которого распяли на кресте. Кто-то же был его матерью. А кто-то был матерью великих негодяев, как Гандхари в Махабхарате. Это великая женщина Махабхарате. Но все ее дети были негодяями. И это нужно было вынести тоже. Это же такая жертва вырастить хорошего человека своей кровью, своей любовью, привязанностью, отдать ему все. И потом отречься, отдать обществу, отдать Богу. Не присваивать себе. Это великая тхарма, великая роль есть у женщины, у мужчины. Это путь отречения, путь слез и счастья одновременно. Это великое счастье. И это также великая боль Махабхарата такая. Тхарма, долг. Как Арджуна, ему пришлось сражаться даже с восьми родственниками. Круг шетра. Он говорил, как же я могу пускать стрелы в моего учителя? Кришна, ты бы мог пускать стрелы в своего учителя? Я вижу тут война, вот эта политика. Мы собрались, мы готовы сражаться, мы уже удерживаем оружие, мы трубим в раковины, мы готовы убивать друг друга, но что я вижу, у нас одна семья разделилась. Там мой дед, Пхишма, любимый дед, великий воин. Я должен пускать стрелы в его сердце. Я не могу сражаться. И Кришна говорит ему науку Бхагавадгиты, что же такое долг перед Богом? Если мы будем делить людей на своих и чужих, с этого начинается адхарма, компромисс с абсолютной истиной. Для абсолютной истины все беспристрастно, мудро не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Путь долга ему, этому деду твоему, лучше честь в том, умереть на поле битвы сейчас, чем защищать адхарму, приходится ему. Ему больно защищать адхарму. Ему легче будет твои стрелы вынести, чем защищать адхарму. Ведь он дал обет защищать трон любого человека, кто встанет на трон. А на трон встал негодяй. А твой дед, Пхишма, следует обещанию. Он великий. Он не может нарушить слово. Он должен защищать негодяй на этом троне. Ему легче будет погибнуть на этом поле битвы, чем оставаться в ту роли. И так и вышло. Пхишма пал на стрелах. Он благодарил пандовов. Он давал им наставление. Он говорил о любви. Как он любил своих внуков. Боль и счастье. Боль и счастье. Какова судьба. И в этой истории мы видим столько боли и столько счастья, столько трудностей. Это же великий путь. А как мы поймем, великий путь или невеликий, если не будет трудностей в жизни. Финансы, финансы, финансы. Решат все наши проблемы. Купим счастье, купим этого человека, купим эту вещь, купим эту машину, что-то продадим. Дешевая жизнь. Купли, продажи. Об этом думать не нужно. На самом деле нет никакой купли-продажи изначально. Не создавалось. Все это называлось обмен. Это культура. Как та история, когда жили два брата. По соседству у каждого был по участку земли. И они выращивали пшеницу. На одном участке, вернее, поле выросли пшеницу и делили пополам 50 на 50. Но один брат был женат, у него были дети, а другой был холост. Этот холостой брат плохо спал по ночам. Все думал. 50 на 50 плохо делим. У него-то семья и дети кормить надо. Я ему говорю, бери больше, мне не нужно 50, я не женатый. Вот не берет. 50 на 50. Как-то мне совестно и спать спокойно не могу. Поэтому ночью иногда он просыпается, берет из своего амбара мешок зерна и тайком ночью идет к брату и подсыпает ему в амбар туда и засыпает спокойно в эту ночь. А тот, который женатый брат, тоже спит плохо. Тоже ворочается, как-то 50 на 50. Ну, странно, у меня семья, дети обо мне позаботятся. О нем кто позаботится, а состарится он. Я говорю, бери больше себя на старость, откладывай. Не берет. 50 на 50, говорит. Тоже плохо спит, тоже берет ночью мешок в зерна и тайком брату подсыпает туда в амбар. Так они ночью встретились случайно друг с другом нос к носу с мешками. Ты что, туда не спится, что-то гуляю. Все выяснилось, что каждую ночь они подсыпали зерно друг к другу, количество зерна не уменьшалось, не увеличилось, а любовь росла. Вот что такое настоящая торговля. Во что она сейчас превратилась? Во что-то другое. Это говорят мудрецы, это не я говорю, я ничего не придумываю. Это труп погосвами, который твой мудрец написал 500 лет назад еще для нас. Он сказал, шесть принципов додати, и вы будете счастливы прямо сейчас, прямо в этом зале, если прямо сейчас начнете это делать. Просто друг другу дайте какой-то дар и примите с любовью. Давать дары, принимать дары. Угощать освященной чистой пищей, приготовленную с любовью и принимать с благодарностью. И особенно делиться с сокровенным, что на сердце у нас. Если мы это делаем из любви, обмен любовный, счастье придет сразу же. Я был в одном храме в месте паломничества, где люди только этим и занимаются. Мы пришли в храм, и знаете, там праздник такой, храм атмосферы, народ, это праздник, всегда такой, приподним настроение, счастье, счастье, откуда счастье, сначала непонятно. Просто потрясающе. Свет какой-то круглый. Я подумал, я возьму отсюда немножко сладости из этого храма, чтобы привезти в Россию. Угостить. И в этих кулечках есть такие сладкие шарики там продают. Я взял, заплатил там какие-то 15-10 рупий, почти ничего. И кулечек взял и пошел. И тут же вокруг меня толпа индусов с протянутыми руками. Я пришел все раздать. И тут смотрю, все это делают, все покупают и тут же раздают, покупают и тут же раздают, покупают. И такое счастье. Вот оно, откуда счастье. И мне сказали, это место называется Бхактия Лока, место любви. Здесь ничто не присваивается. Вся проблема в присвоении, то, что нам не принадлежит. А в этом мире нам ничего не принадлежит. Не до 5 земли. Мы здесь в гостях находимся. Ишавайся, едам, сорвам, все принадлежит Богу, говорится. Это должны знать все люди, которые стремятся к процветанию. Процветание уже есть, мир уже перед нами, нет проблем. Просто мы думаем об удобствах и хотим жить в городах. А земли у нас, о, сколько возможностей. Если приложить разум, труд, эта планета будет называться, как и раньше. И Лаврита Варша, значит, каждая 5 земли процветала, цвела, цветущий мир. Это может сделать человек легко, прямо сейчас, каждый. А вот нелегко, каждый сам за себя, ведь. Я же один это не смогу сделать. Один в поле не воин. Что, я опять вернусь к быкам, к лошадям, буду пахать землю, я там и умру. В этой грязи так оно и случится. Поэтому, конечно, не с этого нужно начинать. Не то, что мы теперь от трактора к плугу вернемся. Нет, нужно сначала возвысить умы, и там мы сможем быть вместе, создать эту силу. Она уже создается. Эти принципы додати, этот принцип любовного обмена, постепенно он будет расширяться, уже расширяется, уже процесс идет. Век кари, конечно, захватил все стратегические места, безусловно. Уже эти гуны, уже этот мрак вошел в образование, в медицинскую помощь, в семьи, которые распадаются. Даже из медицинской помощи выгоду люди какие-то извлекают. Даже из высокого положения выгоду какую-то извлекают. Это все век калий. Вот так он распространяется, но это можно остановить, просто дернув за эту колючку. Практиковать, о чем мы сегодня говорили. Мы будем говорить о практике. Как все-таки остановить это влияние на себя? Вот, скажем, дурная погода какая-то. Век калий сранится с плохой погодой. Это дождливая погода, ненастье какое-то. Но зонтик же можно раскрыть. Видите? Можем получить защиту. Также зима, неблагоприятное время, холодно очень, морозно, на улице не выжить. Но мы знаем, мы готовимся к зиме. Мы строим дома, отопление, энергию и все. Вот, защита. Если сейчас век калий, мы должны знать способы защиты. Веда дается этот способ защиты. Единственный. Что век калий трижды повторяется. Веда не повторяет истину. Даже два раза. Тут трижды повторяется. Что век калий нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания имен Бога в любой традиции. Это уже детали. Суть, говорится, это медитация. Это как бы суть и смысл эссенции любой религии. Где двое, трое, во имя мое. Итак, вчера мы немножко расслаблялись с вами. Немножко пытались отвлечься от каких-то мыслей двойственных. на самом деле это был прообраз, тренинг был прообраз духовной реалии, которая очень подробно описана. Вместе с устройством этой Вселенной описывается и духовные миры. Есть системы планетарные, их 14 в этой Вселенной. Вселенных таких множество. Это наша Вселенная небольшого размера, говорится, маленького размера. Здесь всего 14 планетных систем. Примерно диаметр Вселенной 4 миллиарда на 6 миллиардов миль. Ядро. Но окружена она оболочками стихий. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Какая-то планета окружена тоже этими оболочками. Земля, на которой мы живем, потом вода, воздух, и также экосфера какая-то, ионосфера, так же Вселенная имеет такие оболочки. И каждая оболочка толще предыдущих в 10 раз. Если 6 миллиардов миль диаметр Вселенной внутренний, то первая оболочка в 10 раз толще диаметра 60 миллиардов миль Земля. Плотная, ц-образная, смотрите, какая Вселенная, материальная Вселенная. Дальше идет оболочка в 10 раз толще предыдущей вода. Если посчитать в пропорциональных каких-то отношениях, получается немыслимая вещь. Какой-то там сантиметр полой Вселенной и почти километровые оболочки. Страшная картина. Не представляется возможным выйти за пределы этой Вселенной человеку. Нет таких способов технических, но душа, говорится, нематериальный элемент. Она не сгорает в огне, не растворяется в воде. Ей не нужен воздух для жизни. Не иссушается, не расчленяется. Можем иметь огненное тело. Тело из воды мы сейчас имеем практически. Немножко из элементов земли, потому что оно имеет твердую основу, прочность мою. Чувствуем. Это земля, элементы земли. Но оно скользкое, ведь подвижные элементы слизи и воды есть какие-то. Также воздуха, где есть ощущения всевозможные. Воздушные потоки тонкие существуют в теле, эмоциональные переживания какие-то. Есть также оболочку ума, разума и аханкары. Любой объект устроен точно так же, из восьми материальных элементов. Но в этой Вселенной необычное устройство. 14 планетных систем, 7 сверху и ниже, и мы посередине сейчас. Земля называется. Земной уровень. Поле кармической деятельности. Это как вокзал. ЖД вокзал, представьте себе. Ой, сколько направлений. Туда, сюда, поезда, во всех направлениях. Тут только следи за расписанием, смотрите, они курсируют. Это земной уровень. Здесь все курсируют. Здесь очень коротко живут люди. И кто куда, кто вверх, кто вниз, кто здесь, кто там и отсюда. Перенаправляется их. На высшие планеты, на низшие в ад, кто в рай, кто здесь остается, кто еще куда. Здесь много местного значения. ГИТО говорит об этом. ГИТО. ГИТО говорит об этом. ГИТО поклоняешься богам многим, идешь к богам на их планеты. Поклоняешься предкам, идешь к предкам. Поклоняешься духом и привидением, родишься среди них. Поклоняешься богу, будешь жить с богом. То есть наша связь йога через почтение, через поклонение связь возникает. Как-то любовь, это сильная йога, она связывает людей. Любовь, дружба создают сильные привязанности. И также можно привязаться каким-то высшим уровнем, высшим вкусом, развить их здесь. А можно развить низший вкус и пойти вниз. Внизу есть тала, рассатала, потала, тала-тала, а ниже еще адские миры на дне Вселенной, уж жуткие пропасти. Ниже земли живут существа более завистливые. Имеют мистические ситхи, они сильнее человека. Но они не могут войти в наше измерение. Иногда случается, что какие-то аналогии, какие-то чудесные события, странные, мы тоже тут фиксируем в истории, необъяснимые какие-то. Веды говорят, что прямо ниже земли есть еще пространство. Там есть живые существа, но по-другому устроены. И выше земли тоже есть живые существа. Вселенная вся населена, она же вселенная, она же не пустенная. Ученые сказали, что только на этой земле существует жизнь. Когда? Сейчас они уже сомневаются. Ведь разные есть формы жизни, даже на солнце есть жизнь. В других формах. Огненные тела. Представьте, в огненном теле можете выйти на солнце, там очень хорошо. В огненном теле. Но в этом теле, не дай Бог, не переведи Господь, что вы, что вы, что вы, что страшно подумать, что случится. Не спепелит в одно мгновение, а какая мощь? Но там просто другие формы жизни. Ученый глубоко заблуждается, ведь душа не горит, она может жить где угодно. Она не гибит ни в воде, ни в земле, нигде. Ни в ядерном реакторе, она нематериальна. И выше земли сначала солнце, потом луна еще выше. Сомараса называют ее. На солнце попадают очень отреченные люди. Через солнце путь прилегает на более высокие планеты. Есть еще Махарлока, Тапалока, Джаналока, где планеты великих мудрецов все выше и выше. Те, кто ниже, мудрецы поклонятся всем, кто выше. И самая высшая планета в этой вселенной Сатья-Лока или планета Рамхи в русских видах описывается. Рамхи. Собственно, он конструирует эту вселенную, конструктор главный. Там, на вашей планете Сатья-Локи, там никто не чувствует ни болезней, ни рождения, ни смерти. Умирают все спокойно, не ощущая смерти, без страха. Хотя смерть там есть. Почти что духовное измерение. И все же, даже Сатья-Лока существует только пока, существует вся эта вселенная. 311 триллионов, 40 миллионов земных лет существует эта вселенная. 50 лет уже прошло от этого. Половина. 50 лет вселенной. Мы сейчас утро 51-го года существует. и мы не знаем, когда оно закончится это утро. Это же утро вселенной. Здесь пройдет тысячи перевоплощений, прежде чем сменится какая-то там санхия, момент времени. Вселенная живет по своим законам времени. Муравей живет свои 100 лет, у нас свои 100 лет, у вселенной свои 100 лет. Да и время относительно растяжимо в этом мире. А по сути оно вечно. Говорится, что для Брамы вся эта жизнь вселенной, как мгновение проходит. Почему? А другое измерение счастья. И чем выше счастье, тем быстрее время протекает, кажется. Так оно измеряется. В счастье, несчастье по-разному. Сверлят зуб даже одну минуту. О, это пытка. Минута по нервам. Невозможно вынести. А влюбленные часов не замечают. И как же наслаждаются живые существа там, на высших планетах в сотни раз выше, чем человек, говорится. В сотни раз они испытывают другие запахи, другие вкусы, другое зрение, другой воздух, ароматы. Тела пахнут лотосами на несколько миль вокруг. Там такая чистота, просто с ума сойти можно. описание райских высших планет, когда поведут великие мудрецы, великие праведники, не нарушающие законы дхармы, прожившие свою жизнь, ради кого-то, отдавшие свою жизнь, пожертвовавшие собой, попадают все туда, вверх. Но с концом вселенной есть одно яйцо, говорит Советов, лежащее на дне вселенной, никто не знает, откуда оно и кто положил его туда. Оно было как бы с начала творения там. Даже Брама не знает, что это звено, он знает, что именно из этого яйца в конце творения вселенной пролая наступает, вырывается огонь, испепеляющий все это универсум, она все сворачивается, все сворачивается, как этот ковер, можно свернуть весь, площадь, и поставить просто в угол, как будто ничего не было. Интересный момент. Физики тоже удивляются. Ведь наш материальный мир практически состоит из пустоты на 99%. А мы говорим, твердое вещество. Ошибаетесь. Не совсем все так. Вот всего лишь точка. Если я его раскручу, появится плотность вокруг. Твердое вещество. Видите, почти ничего нет, просто есть энергия. Винт самолета. Две лопасти. И перед вами преграда непреодолимая. Ядерная энергия. И когда она выходит, эта ядерная энергия, представьте, оттуда вся, в конце творения, как будто ничего не было. Потрясающая трансформация. Огромное бревно кладете в вагоне, и остается кучка пепла. Трансформация. Куда все ушло? Трансформируется энергия. И говорится, что материальная энергия на самом деле это скрытый дух. Ведь все духовно, все зашло из духовного источника. Значит, все духовно. но материальная энергия имеет другое предназначение. Это тоже духовная энергия, но скрывающая дух, как будто солнце создает облака из воды, выпаряет. Эти же облака скрывают солнце. также вот это невежество, которое здесь существует в этом мире, невежество рождения, невежество в поведении, в знании, есть недостатки, ошибки, порождено абсолютно истиной, с целью скрыть абсолютную истину, когда мы этого не хотим. А когда мы этого не хотим? Когда мы не хотим видеть абсолютную истину, когда хотим сами стать на это место. Есть эго, есть претензия стать Богом. Удивительная картина. Человеку не всегда приятно слушать, что Бог есть, но всегда приятно, когда о нем говорят, что он как Бог. Всегда это приятно для его сердца. Вы слышите, похвалил свой адрес. Интересная вещь. Все стремятся стать выше других в этом мире. Каждый пытается соперничать, добиться большего, большего, большего. И границ нет. Если есть тысяча долларов, хочу 10 тысяч долларов. Если 10 тысяч, хочу 100 тысяч долларов. Но хочу миллион, миллиарды, потом хочу весь мир, потом хочу бессмертия. Написано в этом. Все великие демоны, завоеватели думали о бессмертии, в конечном итоге, если завоевывали мир, не думали только о бессмертии. И Чингисан, и Македонский, кто себя считал великим завоевателем, все, даже Гитлер думал об этом, о бессмертии. Даже к ведому обратился по этой причине, хотя ничего не понял там. Там ничего не понял. Его знания были настолько примитивные, но какое-то впечатление получил. И свастику он взял тоже из вед, потому что это знак процветания, могущества, а превратил его в знак смерти, в ужасный, отвратительный знак смерти. Люди до сих пор вздрагивают, когда видят этот крест. Эта свастика благоприятный знак солнца на самом деле. Он так извратил веды, смотрите, так можно извратить любую религию, любые понятия. как Беляев писал эти фантастические романы об одном и том же. Гиперболуэт инженера Гарина, продавец воздуха. Это все люди, которые открыли какое-то, сделали какое-то открытие и хотели стать Богом, хотели подчинить всех людей, забирал у них воздух или смертоносным оружием, угрожая и подчиняя. Говорит, вот это вот идея Верховного, это вот Боги, вот эти вот, понимаете? Не так описывается в ведах Верховное существо беспристрастное. Для чего описывать, чтобы о нем думать? Вот это и есть очищение мыслей. Если мы сможем понять его природу, мы освободимся от всех пороков. Там нет ни одного недостатка. Достоинства безграничные, океаны достоинств в одной личности. Все остальное монат с его энергией. Он беспристрастен ко всем же существам, как Солнце. Каждому дает энергию. И над кривым луна светит, говорится. И светит Солнце, даже негодяю освещает путь, но ответственность за свои поступки Солнце за человеческие поступки не берет. Но каждому дает разум, глаза и возможность действовать энергией. Земля кормит тоже, и жучок, дитя, как говорят, древний для Земли. Это беспристрастие. Но если кто-то обращается к нему искренне, он особо относится к такому человеку. Это называется любовь. Это любовь к Богу. Она устраняет все эти законы и просто дает амнистию. Прощение. Майя, материальные законы не прощают человека. Что посеешь, что пожнешь. Сурово. А вот эти мысли о верховном существе, они сжигают карму буквальным образом. Если человек искренне это делает, сжигает карму. Конечно же, если мы поднимем ум свой над двойственностью, мы сможем увидеть равных всех живых существ, мы прийдем радость. И вот в этом состоянии радости и беспристрастия возможно молитва только в этом состоянии. Вот это работает уже. Прошлое летом было в Грузии, в Тбилиси, тоже была программа, зал. Грузия. Очень меня потрясла, культура Грузии. Я был в гостях, также ушел Александр Маламанашвили. И я рассказывал тему, в числе прочего, говорил о том, что есть три способа достижения желаемого в ведах. Мантра, тантра, янтра. Три способа, если мы хотим что-то получить, вот тремя путями, один из трех путей. Первый мантра, звуковое обращение, звук. Мантра это обращение. Имя Бога это тоже мантра, что-то обращение. Но срабатывает только тогда, когда есть отношения. Вот я привожу им пример бытовой. Вот представьте, я еду домой с работы вечером, беру трубку телефона, набираю, говорю, там своей дочери, буду через полчаса, готовь ужин, все, мантра произнесена. Звуковое обращение. Прихожу домой, все готово. Потрясающе работает мантра. Сказал и готово. Чувствуете? Волшебство. Вы говорите, никакого волшебства, это же дочь ваша. А, видите, как все просто. А если я кому-то на улице подойду и скажу, через полчаса приду, готовь ужин? Ну, человеку испугается, скажет, что они нормальные, сумасшедшие, это я им в Грузии рассказываю об этом. И одна женщина тут же стала молчать, грузинка, руку подняла, говорит, нет, в Тбилиси вы можете к любому подойти, он приготовит ужин. Говорю, вот это да. В Тбилиси работает мантра. Первый раз мне такое говорили, правда, вот за все мой опыт по разным городам, Тбилиси говорит, да, к любому подойдите, приготовят для вас, что хотите. Что хочешь вообще. Они так же. Гостеприимный, ужасный гостеприимный. Кстати, здесь тоже очень гостеприимная культура. Это сразу чувствуется. Это как бы добросердечие какое-то, сразу это ощущается. На улице, везде, в людях как-то вот есть это. И вот в Грузии еще. Но если мантра не работает, тогда тантра. Другой метод есть. Тантра означает, я должен заслужить это. Дорогой господин, у меня семья, у меня нет работы, у меня нет денег, мне нужно как-то жить, помогите. Ну хорошо, вот объем работы, будешь приходить в горе, исполнять эту работу. Меня будешь уважать и слушать. Тантра называется, почтение будешь выражать мне. И будешь получать такую зарплату. Договорились? Подписывай договор. Это тантра, тантрический способ исполнения желаний. Бывает, это тоже не работает. Бывает, человек вот работает, а не дают ему достаточно денег, чтобы жить. Не работает тантра. И все же революции происходят в мире только по этой причине, что сокращение рабочего дня, увеличение заработной платы. Вот кризис называется. Всегда одна и та же причина. Тантра не срабатывает, и все. Люди не знают, как жить. Мантра не работает. Если и тантра не работает, то как жить? Революция. Оружие берут тогда. А как иначе жить? Отбираете все, что накопилось, и распределяете заново? Это главная проблема этого мира. Как распределить собственность? И если это не работает, то есть третий способ. Собственно, вот эта вот мечта цивилизации. Главная мечта цивилизации, в это верят почему-то люди. Я не верю в это. Но люди в это верят, что при помощи машин мы можем это осуществить. С людьми не всегда получается. Мантра, тантра не всегда работают. А вот если мы создадим машины, которые будут выполнять этот весь труд, вот это интересный вариант. Вы знаете, с машинами тоже проблема. Их нужно ремонтировать. Их нужно постоянно обслуживать. А вот если мы человека чипируем и пообещаем ему что-то за это выгодное, он будет работать как машина. Не так ли? Запрограммируем его. Виртуальная реальность. Сейчас к этому идут. Это тоже система контроля. Мантра, тантра, янтра. Из них только мантра не имеет никаких оттенков эксплуатации. Мантра работает, когда есть любовь. Все. Поэтому все эти мантры ведические потеряны для западной цивилизации. Были долгое-долгое время. Говорят, это какая-то у них там просто какая-то религиозность какая-то, какие-то обряды, какие-то мантры повторяют непонятно для чего. Это не работает. Даже как аюрведа сейчас. Практически не работает. Почему? А нет квалификации. Она работает, если есть квалификация. Человека можно вылечить просто водой и воздухом, и все, и мантрами. Если есть квалификация. А если нет, тогда лопатия. Тогда операции. Как я слышал от одного юридического доктора в Индии, который по пульсу определяет все болезни, любые, 300 видов пульсов слышит, что человек, если правильно живет, правильно питается и дышит, до 70 лет вообще болеть не должен ничем. Ничем. Другая женщина, которая тоже доктор, она говорит, что человек может жить вообще практически вечно. Но, говорит, интересно, что? Что в каждом врожденном человеке одна-две системы работают на разрушение. Одна-две системы. Это написано в ведах. Что в век калии каждый человек будет иметь одну-две болезни врожденную. недостатки. Вы поражены этим просто. Это связано, говорит, жизнь сокращается не потому, что люди умирают сами по себе. Нет, а потому, что придут уважать старших и женщин. Это век калии. Женщины стараются использовать для эксплуатации мужчин. А женщинам в ответ проклинают этих мужчин. А проклятие женщины работает до сих пор в век калии. Это работает. Обижаете женщину, получаете проклятие. Срок жизни сокращается, разум сокращается и качество ухудшается. Это все записано, все эти законы. Сейчас я подробно их просто не объясняю. Их можно найти подробно в Махабхарате, в книгах, в других источниках, в Пуранах. Это вообще секретные знания. Они предлагались всегда только царям, царскому роду для управления. Люди обычно не имеют доступа на это. Их обучали уже по-другому, потому что обычный человек, если он неквалифицирован и безответственный, он может исказить эти вещи. Это охранялось всегда. Но сейчас у нас нет больше таких опытных монархов в мире нигде. Сейчас знания необходимы, но главным образом суть всех знаний, если ее сократить, как вот Гаруда Пурана описывает, что человека ждет после смерти, какой путь он проходит, если он совершает теленные ошибки, какие у него пути, пути ожидают его, какие наказания, как он может стать привидением или попасть в неблагоприятное место, если он так не сделал, там бедному не подал, там священника не приветствовал или встретил гостей со злым взглядом, уже проблема серьезная. Это недопустимые вещи в ведах, в человеческой культуре, встречать гостя недобрым взглядом вообще, глаза выклевать, говорить, тебе нужно. То есть есть суровый закон, где-то прелюбодеяние, где-то что-то еще, и там говорится, чтобы избежать этих вещей, нужно знать, как нейтрализовывать эти поступки. Каждый греховный поступок отпечатывается в форме какого-то страха внутри, фобии какой-то. Как если мы кому-то задолжали, мы боимся этого человека увидеть, потому что он опять подойдет, спросит, где деньги. Если мы кому-то навредили, мы ждем, будет месть, мы страх, страх будет преследовать нас. Поэтому говорится, папа, пунья, грех и добродетель, уравновесь свои грехи, уравновесь добродетелями. И там в Городопуране описывается, что нужно делать, какой путь жизни прожить, как еще после смерти наши дети должны совершить специальные обряды для очищения. Потому что мы не все успеем сделать, мы много ошибок совершим, волей-неволей. Вот эта книга описывает, представьте, очень сложная вещь, я вам скажу, не читайте ее. А в конце, в конце этой книги маленький абзац написан. Всего этого очищения можно достичь просто воспевая с любовью в экстазе имя Бога. Все правила предписаний сводятся к этому. Любой Пураны в итоге. Любой Пураны. Но суть в чем? В чем сложность? Так просто кажется, а вот непросто. потому что воспевать нужно именно с любовью. А пока есть зависть, это невозможно. Невозможно даже произнести искренне это. Что мне люди подумают? Я стал сектантом или что? У нас что, не ограничение? Сразу секта. Водку не пьешь, сектант. Мясо не ешь, о, опасная секта. Сексом на день занимаешься? Самая опасная секта в мире вообще. Ну а как же? Монахи, для чего это нужно было? Когда люди соблюдали целебаты, даже Ганди стал, в 36 лет дал обет целебата вместе с женой. У нас, супруга, тоже есть свое ограничение. А иначе, как мы будем продвигать свой разум? Как мы будем продвигать свой дух? Если мы потворство чувствуем всю жизнь, то куда же мы придем с вами? Конечно, нужны какие-то правила разумные. Добровольные ограничения, добровольная скеза не приносит страдания, она приносит счастья. А вот вынужденная скеза, болезнь, вынужденная скеза, доктор, диета, ой, ну придется. А не лучше принять нам диету, пока мы здоровы? Это добровольная скеза, она не приносит страдания. Наоборот, вы чувствуете себя уверенно и счастливо, если вы способны контролировать свои чувства, вы себя чувствуете хорошо, здоровым человеком, сильным человеком, неподневольным человеком. Один человек курил, говорит, да, я, говорит, не привязан к курению, я могу бросить, когда захочу. До сих пор у него не появилась такая сила желания. Я говорю, а ну-ка попробуй. А я так, просто не хочу. Человек полностью опутан своими желаниями бессмысленными и думает, что он контролирует все вокруг вообще, управляет всем миром. Даже молоко на плите не может проконтролировать, сбегает постоянно. Скажите, плохой пример, правда? А вот я сейчас встан перед этим молоком и проконтролирую, тогда неизвестно, кто кого контролирует. Мы абсолютно, оказывается, не можем ничего контролировать. Мы под полным контролем, но думаем наоборот, маньяте, маньяте он думает, манадхарма, религия ума у нас, мы доверяем своему уму как священному писанию. Я так думаю, мне так кажется, это что, платформа нашей жизни? Это не фундамент, это сумасшествие. Фундамент дают веды, то есть знание сверхчеловеческое. Сначала шрутью, услышать надо свыше, откуда Коран. Шрутью услышан. Это называется шрутью. Потом есть смрити. Какие-то исторические хроники в ведах тоже есть. История существует. И есть ньяя, логика. Все должно соответствовать. Шрутью, смрити, ньяя. Все вместе называется веда. Подтверждено. Услышали? Сделайте. Работает. Смотрите. Есть опыт. И все логично. Не противоречит разуму. А как выясняется, Коран научный? Библия научная, оказывается. Веды глубоко научные? А это просто услышано. Пришло к нам свыше откуда. А по рушей написано. Сверхчеловеческое знание. И где оно находится, это знание? В нашем сердце. Потрясающая вещь. Не с неба свалилось. А просто в нашем сердце. Сорвайся. Чагам христа. Не видишь, что мотарь. Смертью. Я наполняю. В сердце. Есть в каждом сердце. Сверх душа. В нем исходит память, знание и забвение. Какие-то вещи трудно забыть. Хотя надо бы. Какие-то трудно вещи вспомнить. Хотя надо было бы. Фрида у Булгакова. Этот персонаж. Небольшой там персонаж. Фрида, задушившая платком своего ребенка. И вот после ее смерти ей приносят этот платок каждое утро. И напоминают этим платком. Она его жгла в камине. Она рвала на части. Она разрезала его на куски. Она бросала в окно. Но каждое утро тот самый несчастный платок злополучный. Ей приносит снова, снова и снова. Невозможно. Невозможно. Спаси меня, Маргарита. Спаси меня. Это невозможно больше. Я не могу забыть эту вещь. Но в какой-то момент приходит прощение. Сверх душа говорит, все, забудем. Вы забываете. А если мы что-то сделали хорошее, как сказать, Бога угодно, оп, я начинаю что-то понимать в жизни, чего раньше не понимал. Это называется откровение. Шрути, я слышу. У меня уши появились. Я вижу. У меня глаза появились. Я вдруг увидел, что солнце и глаза связаны друг с другом. Без солнца глаза не нужны. А без глаз не нужно солнце. Без огня, без света глаза бесполезны. Значит, они вместе запланированы были. Я увидел это. А Ньютон увидел, что яблоко падает вниз, а не вверх. Закон всемирного деготения. Откровение пришло. Открытие научное. Но один великий, великий святой сказал, Ньютон не все увидел. Он не заметил еще одной вещи, что падает только зрелое яблоко. А незрелое не падает. Подумайте над этим. Это еще одно открытие. И все веды передаются только по звуку. И только по звуку можно обрести полный опыт существования. Никаким другим путем. Те вещи, которые мы не можем увидеть, есть только один шанс услышать. Если из верного источника. Вот ребенок. Он может не знать, кто его отец. Как же найти отца, он думает. Может быть, по фотографии, или как сличить, или спросить. Этот метод очень сложно, если спрашивать. Или ДНК брать какие-то. Боже мой, когда это кончится. Это арох, это бесконечный процесс включается. Сколько так можно изучать этот мир? Предполагая, нет, а для человека мой отец, нет, а для человека мой отец. Ставя опыт и эксперименты, единственный авторитетный метод обратиться к матери и услышать. Из авторитетного источника. Мама, кто мой отец? Мантра, вопрос. И поскольку ребенок спрашивает, она даст ответ. Ищет отца, она даст. Она никому не сказала бы об этом. Нет, не нужно вспоминать. Но это мой сын. Он хочет знать об отце. Хорошо. Ты уже большой, я тебе скажу. Вот видишь, вот этот. Подлец твой отец. Вот и все. Знания получены. Какие эксперименты? Разве мы можем поставить эксперимент о зарождении жизни? О зарождении Вселенной? Тогда мы должны бы экспериментально сделать такую Вселенную и показать. Вот. Это же невозможно. И каждый ученый знает, что это невозможно. И все равно путем экспериментов продолжают идти. Странная глупость, иллюзия. Эксперимент уже есть. Вот перед нами уже весь этот универсум создан. И солнце, и звезды, все, никаких заторов. Солнце, говорит, бездымно. Заметили, нет? Никакого дыма. Странная тоже картина. Веды говорят, там необычный огонь, как мы это понимаем. Энергия Брамана там участвует. Она отражает Брамаджоти. Свет из другого измерения приходит. В этом мире света нет. Это герметичная оболочка Вселенной. Свет за пределами Вселенной. Там, где паровьема, начинаются духовные измерения. Там нет ни солнца, ни луны. Там сияние планеты. Каждый имеет свой индивидуальный оттенок. Пространства безграничные. Мир Бога называется, где каждое живое существо выглядит, как Бог. Никаких беспокойств, ни смерти, ни рождения, ни болезни, ни старости. Все это чуждо, отвратительно нашей природе. Все это не существует на самом деле. Это все протекает, как мусор в реке все наши годы. И уходит все, что было и хорошее, и плохое. Я, наблюдающий, не меняюсь. Я просто это переживаю снова и снова, и снова, и снова, пока не сброшу из себя этот сон. Дурной сон. Ложь существует, потому что есть истина. А вот истина может существовать без лжи. Она и не нужна. Независимо. Это ложь, это часть истины, которую я хочу себе присвоить. Поэтому любовный обмен. Сегодня мы также поговорим, я расскажу о регуляции. У нас что здесь, маркер? Надеюсь, что это маркер, да. Как отрегулировать свою дневную существо? Источную жизнь, чтобы чувствовать себя хорошо, очень хорошо, во всех отношениях. Чтобы мы были сильными и могли добиваться своих целей высоконравственно, без последствий. Есть некоторые секреты, они очень простые. если взять, если взять сутки, 24 часа. Там вам не видно, конечно, но вы услышите звук. мы разделим на три части нашей сутки. Вся тыс, с тремя гунами материальной природы. Время будет по-разному влиять в этих сутках. Время – это сильная энергия, самая мощная энергия в этом мире. Все подчинено времени. Если мы будем жить в согласии со временем, мы сможем добиться гораздо большего великих вещей. Если не учтем эти измерения, то будет труднее. Иногда будет невозможно ничего сделать. Здесь у нас будет 10 утра. Это начало влияния гунной страсти. Наш день начинается в 10 утра. Деятельность пробуждается. Деятельность уже активная в 10 утра практически. И до, в 18 вечера господствует гуна страсти. Здесь мы должны трудиться. Это наша профессия или домашние обязанности, домохозяйки, или мы, неважно кто. И, конечно, здесь имеется в виду, что труд должен быть честный и благородный. Никаких грехов мы не должны делать. Грехи, ну что означает плохой труд? Связан с насилием, с убийством животных, скажем, бойни какие-нибудь, или продажа алкоголя. Табака людям, когда мы продаем, тоже бизнес, тоже работа, тоже ударный труд. Но он не поддерживается. Перед полным целым мы несем ответственность. Люди не должны платить своим здоровьем в нашем любовном обмене. Нельзя людей эксплуатировать. Это различные формы эксплуатации, если мы наживаемся на наркотиках, наркобизнес, или вот подобные вещи какие-то. Это запрещено ведоми. Пик гунны страсти в два часа дня. Здесь половина рабочего дня мы уже проработали, у нас еще есть уже ясные планы на вторую половину дня. Здесь хороший ориентир. Здесь мы включены в деятельность максимально, здесь мы живем в деятельности. Хорошо. Но в шесть часов вечера меняется санхья. Солнце невозможно остановить. Меняется санхья. Хотим, не хотим, нужно оставить работу. В шесть вечера – стоп. Нужно заняться другим делом, которое тоже важно, одинаково важно. Здесь называется отдых, времяпровождение с близкими людьми, друзьями, родственниками, где мы можем поделиться сокровенным подарками, впечатлениями, как бы восстановить свои силы в общении с близкими людьми, которые нам, нас верят. Здесь также хорошо обратиться к священным книгам или историческим хроникам, веды, посмотреть, почитать что-то, вместе обсудить. Вот, это очень хорошо. Примерно пик будет в 22 часа, гоно невежества. Гоно невежества – это отдых, такое времяпровождение. Не нужно ходить в ночные бары, в ночные клубы, к проституткам в это время, или смотреть какие-то порнофильмы в это время где-то, тайком, под покровом вечера, вот этой гуны, когда все начинают занимать свои чувства, чем попало, люди сейчас, что ни попадя, не разбирают, не различают. Опасное время, поэтому, время развлечений. Мы знаем, родители, что для наших детей, уже подростков, самое опасное время – это вечернее время, вот именно вот это время, где они могут соприкоснуться с нежелательными вещами. Поэтому здесь культура оберегает нас. Но с 8 до 12, вот этот период времени самый благоприятный для сна, 4 часа эти, самый лучший, эффективный для глубокого сна, который мы вчера говорили, необходим нам для поддержания энергии. Но в глубоком сне мы получаем важную подпитку тонких энергий. Без глубокого сна нам будет очень трудно, мы будем слабеть. И великие, святые люди, они спали в этом промежутке с 8 где-то до 12. Остальное время бодрствовали. Но они умели и спать глубоко. На самом деле, эти правила, правила и предписания нужны тем людям, которые отличают себя во сне и бодрствовании. Они думают, что это разные вещи. Те люди, которые отличают себя во сне и бодрствовании, им нужны правила и предписания. Если вы себя не отличаете, если вы один и тот же во сне и бодрствовании, вам не нужны правила и предписания. Все, вы уже цельная личность. Но пока, когда мы спим, мы забываем о нашем бодрствии. А в бодрствии забываем сон. Для нас нужны правила и предписания. Мы не цельные сейчас еще. Сон нужно соединить с сознанием, как и бодрствование, с сознанием высоким, чтобы была одна личность во сне и наяву. Потому что во сне приходит очень много ценной информации тогда. Вы можете получать знания, как великий ученый. Менделеев получил однажды из сна таблицу Менделеева. Тесла во сне получал все эти 15 тысяч открытий, если не больше, и все они работали. Это из другого измерения. То есть кто-то обладал такими способностями. Поэтому сон очень важен в нужное время. И, как мы говорили, если наш труд благороден, наш сон хороший будет, глубокий. Достаточно глубокий, чтобы получать важные откровения. Все цари прошлого получали великие сны, которые давали им ориентир, что делать дальше. Ответ в снах получали многие. Предки приходили во сне, полубоги во сне приходили, духовные челя приходили во сне. Пророки могут приходить во сне и благословлять. Если мы сможем правильно действовать и отдыхать, если избежим всех неблагоприятных вещей, наши сны тоже очищаются. Итак, здесь примерно 2 часа ночи, 2.00. Здесь санхи меняется. Тамас переходит постепенно в сатву. Вот это очень важное время. Пик сатвы где-то 6 утра. То есть 6 утра мы должны уже быть пробужденными полностью. Не просто глаза открыть в это время и почувствовать, что хочу еще полежать. А уже испытать сильную глубокую радость внутри себя. Это и есть уже пробуждение. Все, человек пробудился. Именно радость ощутить, которую хочется как-то выразить. То есть вы готовы уже к тому, чтобы что-то делать. Есть энергия от творения. От радости именно. Не от нужды. Не от того, что денег нет. Не от того, что он вынужден ходить на работу. Люди сейчас тысячами, миллионами идут на работу безрадостные абсолютно. Никто в перепрыжку не идет на работу. Обрадованный. Ой, столько уже не был на работе. Целую ночь не спал, знаете, ждал. Когда же я пойду на работу? Да пропади напропадом. Когда же будет отпуск вообще? Так мы иногда устаем от одного и того же. И редкие люди сейчас, которых я тоже знаю, они любят свою работу. Они радуются этому. И действительно, если работа благородная, творческая, радостная, безусловно, у них и сон другой, у них и отношения другие. И они заряжены, с ними хотят общаться. Они творческие, их любят. И с ними интересно. И они живут. Да, 6 утра. Но подъем должен быть где-то в 3.30. В 3.34, максимум 5. В 6 уже поздно просыпаться. Санхиа. Нужно считаться с законами времени. И вот в это время, в 5 утра, начинаете ум поднимать вверх. Я не мужчина, не женщина. Я не русский, не татарин, не американец, не индус. У меня не 100 лет, не 5 лет, не 20 лет. Я вечная душа. Все отождествления смывайте с ума. Профессиональные, не знаю, там личные, семейные проблемы. Всегда куча. Денежные, финансовые. Смывайте здесь все-все-все отождествления. Вы часть духовного мира. В Айкунтхе там нет профессии. Там нет денег. Там нет голода. Там нет смерти. Нет беспокойств. В Айкунтха. Нет этого. Ум туда поднимаете. Да, в ведах описаны такие. Брама Самхита описывает, что это духовный мир. Можно читать эти вот тексты, например. Там деревья, исполняющие желания. Там воздух живой. Вода живая. Там земля из драгоценных камней живых. Чинтамани. Там чудеса описываются. Духовный мир, исполнение всех желаний. Там нет чего невозможного. Там нет мертвой материи. Там все живое. И все божественно, ослепительно божественно. Нет никакого страха. Безгранично, ослепительно. В противоположность этот мир, это кунтха, где на каждом шагу есть какая-то опасность. Дорогу перейти небезопасно даже. Гриппом заболеть можно где угодно. Можно дурной взгляд встретить. Можно слова неблагоприятные услышать. Тут на каждом шагу какие-то есть недостатки в этом мире. Всегда мы тут насторожены. Поэтому каждое утро нужно от этих проблем ум свою возвышать. В это мертвое время для этих гунт. Они все мертвым сном спят, эти люди. В это время они отсутствуют. В это время глубокого покоя. Медитация усиливается в два, в три раза в это время. В сочетании с ходом солнца мы получаем огромное количество жизненной силы. Вообще посчитал какой-то институт. Я не помню. Может быть, Мичиганский. Я уже давно это читал. Посчитал жизнь среднего американца. Сколько времени средний американец в жизни получает духовное откровение. Люди ходят в церковь, в мечети, а вот духовные откровения редко бывают. Они посчитали, говорят, средний американец примерно за жизнь получает таких откровений 15-20 минут, если все сложить. Что-то мгновения какие-то. 15-20 минут. Вот весь наш опыт жизни духовный. Потому что эти 15-20 минут вы не забудете никогда. Это невозможно. Эти мгновения не смываются временем. А все остальное смоется. Все, что мы заберем с собой. 15-20 минут опыта. Средний американец. Если вы каждое утро медитируете полчаса, час, полтора-два часа, сколько жизней вы проживаете? Сколько откровений вы получаете, если вы это делаете сознательно, регулярно, если вы это практикуете? Получаете опыт за одну медитацию, если, скажем, вы час медитируете, четыре прожитых жизни вы получаете. Факт. Вы становитесь мудрецом в 30, 20 или 40 лет, становитесь мудрецом. Начинаете понимать жизнь, чувствовать ее, вибрировать вместе с ней, потому что вы есть знание. Если знание опустить, говорится, искру, искру, опустить в воду, она пшшк, и нет ее. Если в невежестве, теряем знание, как будто мы не знаем ничего в невежестве полном. Не знаем, как жить. Это просто лишь знание. Если эта искра попадает на просто сухую землю, иногда она вспыхивает под влиянием ветра, иногда гаснет. Так у нас страсти. Иногда что-то меня поднимает, иногда забываю. Факт. На работу пошел, забыл обо всем. Духовную углубился жизнь, про работу забыл. Вот хвост вытащил, нос увяз, нос вытащил, хвост увяз. Вот так тоже бывает. Но если эта искра попадает на сухую салобу, она разгорается. Это благоприятная почва. И вот эта благоприятная почва в раннее утро время. Человек поднимается рано утром в 3 часа, 4 часа или 5 утра. Холод, прохладное омовение. Полное. Каждое утро. Одевает чистые одежды нательные. И приступает к своей индивидуальной практике. Никто туда не вмешивается. Никто не имеет права нарушать эту медитацию. Таков закон. Вы не имеете права даже спросить, сколько сейчас времени этого человека, который погружен в медитацию, в транс. Священное. Священное действие. Не прерывайте его. Это утреннее время. Но мы сегодня спим хорошо в это время. В 5 утра бывает. Открывай глаза. Что делать-то? Что делать? Ой, нет. Когда мне было там лет еще 16, не знаю, что в школе, я не мог себе представить, что я буду подниматься рано по утрам. Нет. Можете меня расстреливать, помните? Делайте, ну, что хотите, но я не встану. Это про меня было тогда. Ну, вот мои друзья закадычные. У нас было трое. Школьные друзья. В разных классах. Но дружба у нас была просто не разлей вода. До сих пор мы это все помним. Мы решили вместе бегать по утрам. В 6 утра у фонтана, в парке. И побежим. Мы же мужчины. Волю развивать будем. Ну, все, договорились по рукам. В 6 утра, как штык, пришел домой и понял, что я же погорячился. Какие 6 утра? Значит, нужно встать хотя бы пол шестого. А как я это сделаю? Я же сам не смогу проснуться. Я пошел и нашел будильник. Матери ничего не сказал. А то она будет волноваться, куда в такую рань и прочее, как обычно. Ну, тайком, думаю, уйду. Это старый будильник, знаете, такой большой будильник с таким набалдашником. Его так заводишь. И он не такой антистресс, знаете, как сегодняшний пик, пик, пик. Он вот так вот. Такой будильник. Вот я его ставлю рядом с подушкой своей. И плохо помню. Что-то было вроде, какой-то звук смутно. Вроде люцоматери промелькнуло тоже там гневное. Ну, это мне неинтересно было. В общем, я пришел в школу. Друзья, а ты чего не пришел? Мы бегали. О, позаруха. Позаруха. Я что-то там придумал. Там живот заболел. Еще какую-то ерунду. А сам думаю, боже мой, позаруха. Все, завтра кровь из носа. Я пойду туда, чтобы не стало, поднимусь. Ночь спать учить буду. А сам думал, да как же я встану? Что же делать? Пошел к соседу. У меня же этажом. Я говорю, слушай, телефон. У меня телефон позвони мне. Разбуди меня. Ты встанешь. Пол шестого надо. Он говорит, да нет. По телефону звонит это время будить остальных. Будильник у тебя есть? Говорит, да есть, но не слышу я. А, сейчас тебе скажу. Услышишь? Берешь табуретку. Деревянную. Вставишь рядом с подушкой. На деревянную табуретку ставишь цинковое ведро. Есть? Цинковое ведро. На дно цинкового ведра будильник. Проснешься. Все проснутся. Я пошел домой от чистого сердца нашел табуретку деревянную. Поставил рядом с подушкой цинковое ведро и будильник завел. Тик, 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 тик. То есть, вот такой усилитель получился, знаете. И пол шестого грянуло. Что-то тоже помню, но не очень хорошо. Помню опять лицо матери, какой-то шум, но больше от матери, чем от будильника. Это называется решимость спать. Вечером я решаю, утром я говорю, ну, погорячился, конечно, погорячился. Далмаху. Почему так меняется человек? Это гуны влияют. Поэтому говорится, что если человек не может рано подниматься для достижения цели, он в гуне не верится. Он никогда не достигнет цели. То есть, видите, простая вещь и очень-очень важная. Самое важное сейчас для нашей жизни. Ранние подъемы, чтобы успеть поработать с умом. Омыть ум. Очень важно. Не просто умыться почти с зубы. Ум омыть свой. И только потом и в течение многих лет, когда мы так действуем, согласно этим санхьям, мы достигаем удивительных результатов, неожиданных, сами вы видите. Выкиньте сейчас все свои планы из головы. Получится все гораздо лучше. Выкиньте все планы, все эти желания, навязчивые деньги, там не знаю, что еще. Выкиньте все из головы. Все будет гораздо лучше, чем вы думаете. Счастье придет. Жизнь просто будет отрегулирована. Все наши энергии будут в норме. Это естественная вещь, что утром человек должен подниматься, кто рано стоит, тому Бог дает. Вот с этого нужно и начинать. И веды говорят, что если человек не сможет подниматься, делать такие вещи, значит, он не искренний. Значит, он не сможет пройти этот путь. Искренность необходима. Искреннюю душу, говорится. Один великий святой сказал, он сказал, если вы искренний человек, если вы честный человек по отношению к абсолюту, вы можете глаза закрыть и бегом бежать, и вы даже не споткнетесь. Вот так вы проживете эту жизнь. Вот это ответ на наш успех, на наши финансы. Вот об этом нам никто не скажет. Это самое важное, что мы должны услышать. Заняться собой. Ни нашими деньгами, ни нашей квартирой, ни кем-то еще. Заняться собой. Привести себя в хорошую норму. Стать сильным. Ну и здесь мы должны закончить нашу тему. Пожалуйста, вопрос. Спасибо. Я работаю учителем. По долгу службы мне приходится ставить оценки, которые не всегда рады, которым не всегда рады ученики и их родители делать замечания при беседе с родителями. Я убеждаю их, что ребенку нужно больше стараться, чтобы получать более высокие отметки. Со временем стало замечать, что меня саму помещают в те же ситуации. Дети стали получать более низкие оценки, они стали приобретать те же качества, что и мои ученики, которых я пытаюсь воспитывать. Стало задумываться, а может мне не стоит воспитывать чужих детей? Чужих детей не бывает. Вы преподаватель, это ваш долг, ваша дхарма, должны вы исполнять его хорошо. Не в этом вопрос. Это усталость ваша. Это просто ваша усталость. Это не проблема. Поэтому говорим, займитесь собой, станьте сильнее. Вы должны становиться сильнее, сильнее, сильнее. Материальная правда очень сильна, но абсолютно сильнее. Вот эта связь, ее нужно развивать всю жизнь. И мы победим все эти свои слабости. Например, однажды я давал лекцию в медицинской академии в Астане. Ординатуру уже заканчивали, курс. И в то время я им преподавала какая-то известная экстрасенс. И она, собственно, меня пригласила туда, чтобы студентам услышали студенты об уровнях сознания. Я им рассказал в медицинской академии. Я рассказал об уровнях сознания. И преподаватель экстрасенс в длинных одеждах, с такими волосами, знаете, настоящий экстрасенс, женщина, сидела в конце и слушала всю мою лекцию. Ну, о чем-то думала о своем. А студенты все конспектировали. В конце, когда я закончил вопросы, она встала в конце аудитории, свой длинный высокий рост, горящими глазами экстрасенса, и сказала, откуда у вас такая энергия? Я не ожидал такого вопроса, растерялся, говорю, ну, у меня духовная практика, может быть, это имейте в виду. Она, какая духовная практика? Говорю, я мантру повторяю. Я медитирую на мантру, да, на звук. Имя Бога повторяю. Она говорит, так, несите стакан воды, студент сказал. Я думаю, что сейчас будет? Поставили стакан воды передо мной, повторите свою мантру этому стакану воды. Но сначала я измерю энергетику этого стакана, взяла две рамки и параллельно, видите, нейтрально вода, вода нейтральна, не заряжена, произносите мантру этому стакану. Я никогда стакану мантру не повторял, но ради науки я повторил эту мантру искренне перед стаканом. Она тут же подошла с рамками и показывает, видите, вот какая энергетика. Так, этот стакан ко мне в кабинет сказал, давайте другой стакан. Теперь подумайте мантру этому стакану и результат такой же. Какие книги читаете? Говорю, читаю Бхагавадгиту. Так, давайте эту книгу сюда рамкой. все экстрасенсы наблюдают, что там большая энергетика зашкаливает, там за пределы куда-то выходит. Я ничего этого не вижу. Но интересно, что она сказала потом своим студентам. Она сказала хорошую вещь. Она говорит, вы будущие врачи. Врачи, учителя, это одна варна. Почему? Потому что те и другие работают с невежеством. Один в форме болезни, другой в форме просто невежество. Их нужно обучать. Это большие усилия нужно обучить у детей. То есть мы сталкиваемся с их недостатками. Поэтому вы будете загрязняться, она говорит. Поэтому повторяйте эту мантру, читайте эту книгу. Вы должны быть чистыми. Должны знать, как восстанавливать свои силы. Вот о чем речь идет. Сейчас это просто усталость. Вы делаете хорошую работу. Это благородный труд. Это ваша как бы тхарма, природа. Быть учителем, воспитывать детей. Что может быть еще лучше? Прекрасная работа. Но вы должны знать, как себя держать на высоте, если вы врач или учитель. Как оставаться чистым при всем, при том, что сталкиваетесь с невежеством. Как быть в форме хорошей. Дети могут вас вывести из себя, они могут вас расстроить, они могут сами расстраиваться. Это сложное очень отношение. Их нужно всегда понимать, чувствовать, быть внимательным, всегда напряжение. Вставайте рано утром. Омывайте сумм, смывайте все отождествления, и с новыми силами идите, и лучше, и лучше, и ваша квалификация будет расти. Читая Бхагавадгиту, ничего не понимаю. Порой, в чем смысл этой книги? Зачем ее читать? Что это мне даст? Действительно, деньги еще не упали с неба. Прочитал Бхагавадгиту, ни копейки вообще. Меня мать тоже спрашивала, вот чем ты занимаешься еще раньше? Вот что это такое вообще? Что это за философия? Это что, учение какое-то? Откуда это что? Говорю, ну вот, прочитай эту книгу. И оставил ей. Потом пишет, прочитала, говорит, ничего не поняла. Говорю, вот слушай, такая толстая книга, ты ее всю прочитала? Говорит, всю. А как же, говорит, ты ее всю читала, если ты ничего не понимала? Говорю, прочитай еще раз. Она стала читать, говорит, слушай, странная вещь, я как будто ее не читала, все заново. Я удивляться стала. Читайте еще раз. Потом еще раз. Ее не нужно понимать, ее нужно просто читать. Ее никто не понимает. Вы думаете, я ее понимаю? Я сам не понимаю, что читаю, что говорю. Это невозможно понять человеку. Но вы просто погружаете ум туда и очищаетесь. Вот что нужно. И понимание приходит больше, 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 но до конца понять Гиту невозможно. Это же божественно. Простите, а можно вопрос? Да. Где вы? Я здесь. Где? Налево поверните. Налево. Здесь. Где? Так, вижу. Здравствуйте. У меня такой вопрос возник, и ответа я на него найти нигде не смогла, и решила вам его теперь задать. Вот есть болезни такие, как люди там лишаются почек, стоят в очереди на какие-то органы. У меня нет такой проблемы. Вот когда такая проблема у человека, честно вообще, я понимаю, ждать очередь на землю, семье, или еще что-то такие вот. Это вообще, вы говорили вчера о естественности. Вот это естественно себя так вести, или это, как бы, человек сам себя уговаривает, я нужен планете, я должен там продлить себе жизнь. Вот такой вопрос. Для меня, например, это знак, что пора умирать. Веда говорится, я кажется, каждый что-то понял за вашего вопроса. Веда говорится так, что человек не должен смиряться перед смертью. Это очень унизительно, когда человек смиряется перед смертью, умирает в таком ужасе, подавляющем его, оно ничего не может поделать. Он должен сделать все возможное, чтобы победить смерть. Если вы заболели, вы должны лечиться, делать все возможное, чтобы вылечиться. Но если вы сделали все возможное, чтобы вылечиться, это невозможно. Пришло время, и болезнь пришла не чтобы исцелиться, а чтобы убить нас. Тогда да, мы принимаем это, но со смертью не смиряемся. В момент смерти мы вспоминаем Бога и уходим к Богу. Никакой смерти. Никакой смерти. Никогда не принимайте смерть. Это не наша природа смерть. Смерть – это физическое тело, оно всегда мертво. Оно бесчувственно, если там нет сознания. Вы даже его не обидите, оно бесчувственно. А душа непорочна всегда, ее тоже не обидите. Но когда мы хотим самоутвердиться в этом теле, вот тогда нам трудно. Вот тогда мы должны бороться за свой статус, обижаться, драться с кем-то, а в конце умереть. Униженными перед смертью. Нет, давайте вспомним. Я дух, я душа, я бессмертен. Я не это тело, не это мертвое тело. Оно же физическое тело, оно же мертвое. Стоит только сознание уйти, но вот пах упадет сюда, и все, и все никакое. Сразу его уберут отсюда и выкинут. Никто смотреть на него не будет. Мешок костей. И мы к нему так привязаны, видите. Но со смертью смиряться не рекомендовано. Вы не смерть. Вы не заслужили ничем смерть. Вы наказаны этим телом, но я не это тело, и вы освобождаетесь. Если это ваш был вопрос. Как правильно утром медитировать, молиться, визуализировать вопрос. Поделитесь, пожалуйста, если не секрет, как это делаете вы. Если хотите, если вы не против, я могу сказать из-за своей духовной практики пару слов. Как я говорю, это вопрос тонкий, деликатный. Нельзя это навязывать кому-то, но если кому-то интересно, кто-то хочет таким путем идти, я расскажу. Я повторяю маха-мантру каждое утро в течение двух с небольшим часов. Вот уже 35 лет мой опыт. Вот по этой причине я, видите, могу сейчас о чем-то говорить, вдохновлять, имею какое-то вдохновение, какие-то знания приходят благодаря этой практике. Я не ученый, нет высшего образования, я никогда не читал книг, я плохо учился в школе, я боялся вообще выйти к доске. Два таких было ребенка в школе, один из них был я. Фобия. Меня спрашивали учителя, уже когда поняли, просто подсаживались на ухо, меня спрашивали, что ты пытался ответить, все. Я не мог себе представить, что могу выйти на сцену перед большой аудиторией. У меня, наверное, инсульт случился точно, что меня не выдерживали сосуды в голове. Такое волнение наступало, такой страг был панический. Я боялся путешествий, боялся самолетов, меня тошнило в машинах, в поездах, я все это ненавидел. А теперь я путешествую через каждые три дня в новое место. И самое страшное было для меня это раскрывать свои мысли, кто их прочитает. Не знаю почему, откуда у меня были такие блоки. Сейчас я пишу книги. Все наоборот. Вот что со мной сделала мантра. Я не такой человек. По своей природе я совершенно другой человек. Но видите, это что-то вмешательство каких-то других энергий. Я сам это вижу. Ведь я же ничего не знаю, я просто в потоке. Но мантра, махамантра, это великая мантра. Есть у меня четкие освященные от духовного учителя, который живет в Индии. На них 108 бусинок. 109 разделительная. Для ориентира. Эти четкие, типа счетчика, они священные. Я беру по утрам эти четкие в руки, первую бусину. И вслух не громко. Это моя медитация, индивидуальная, не громко. Я могу то ли слышать. Я повторяю бодро махамантру. На первой бусине. Вторая бусина. и повторяю мантру 108 раз. Это один круг. Таких 16 я делаю минимум. Это значит, я дал обед посвящения. При посвящении ежедневно минимум 16 кругов внимательно стараться повторять эту медитацию. Ум будет убегать, обязательно будет убегать. Ваша задача наша возвращать его обратно к мантре, к этой вибрации. Все остальное сработает само по себе. Если повторяете один круг мантры внимательно каждый день, это недолго. Совсем просто. Вас будет трудно обмануть. У вас появится сверхчувствительность к этим вещам. Вы будете ощущать святость и ложь. Обостренно. Если вы будете повторять четыре круга мантры каждый день, внимательно, все ваши материальные дела пойдут резко в гору. Потому что у вас усилится концентрация и работоспособность. И вы будете игнорировать какие-то плохие вещи, будете неуязвимы, как с гуся вода будет скатываться. У вас не будет потери времени. Если же вы восемь кругов будете повторять мантры, где-то час с лишним, но у вас появится вот в этом месте особый опыт трансцендентного счастья, то есть беспричинного счастья изнутри. Как будто что-то просыпается, свет какой-то загорается. Такое частичко счастья. Но если вы будете 16 кругов повторять, не рекомендую начинать с 16 кругов никому, то вы в Аоробусе А-400. И что вы-то видите? Там, где вы были, вас нет. Вам может показаться, что вы стали пророком Иисусом Христовым, что вы над этим материальным миром парите, вам больше не нужна ни семья, ни работа, ни учеба. Вот таким можете стать. Поэтому 16 кругов не повторяйте сразу, пожалуйста. Глупости наделайте. Или тогда уж наставник должен быть опытный, который сможет вас сориентировать в этом состоянии, в воздухе, где вы еще не ориентируетесь. Потому что суть Бхагавадгиты не в том, чтобы уйти куда-то в небеса, а исполнять свой долг, но думать о Боге. Вот в чем совершенство человека. Поэтому вот я сказал, чем я занимаюсь. Кроме этого, эта мантра не сработает в полную силу, если не соблюдать некоторые запреты. Мясо рыба яйца запрещены для меня полностью. Во всех примесях, тонкостях, добавок все это я избегаю. Все интоксикации запрещены, включая даже чай, кофе, не говоря об алкоголе, наркотиках и прочее. Никогда, ни по праздникам, ни под каким предлогом, ни днем, ни ночью, ни во сне. Азартные денежные махинации запрещены, иначе ум не поднять будет. И незаконный секс запрещен. Вот такие правила, ограничения и такие запреты. Это моя практика. Это я поделился с вами. Я получил это знание в советские времена, когда люди были не христианами, не мусульманами, были все атеистами. Мне было легко. Сейчас ситуация более деликатная, более сложная, что мы себя снова отрисляем с какой-то культурой уже. Поэтому тут уже вы сами решаете, что вы будете повторять и когда и как. И каким принципом заполюдать. Но что я советую, если вы решите заняться медитацией, минимум мяса нужно выбросить из рациона. Иначе бестолку все это. Это написано в читании Черетамбеки, в трактате о любви к Богу, что два типа людей не смогут познать любовь к Богу. Только два типа людей. Люди, поедающие плоть забитых животных, и люди, помышляющие о самоубийстве. Это невозможно. У остальных есть шанс. Так. А скажите, пожалуйста, без посвящения... Можно вопрос? Господи, я испугался. Кто задает? Вы? Без посвящения мантра действует так же, если соблюдать все? Вообще мантры не действуют без посвящения, кроме маха-мантры. Ту, которую сейчас я про... Да, я про нее. Вот эта мантра без посвящения работает. Спасибо. Работает. Не так сильно, как с посвящениями, но она работает. Другие мантры не работают без посвящения. А можно еще вопрос тоже? Где? Я здесь. Вот где? Там, пожалуйста. Говорят, что гуру приходит по мере созревания человека, да? А вот что нужно еще предпринять, чтобы быстрее ускорить процесс? Нужно ли искать его, да? Или просто ждать и развиваться? Благодарю за ответ. Гуру. Это понятие неприложимо полностью к человеку. Гуру приложимо понятие к Богу. Он учитель всех миров. Мы учимся только у Бога, а мы у человека не учимся. Потому что человек имеет несовершенство. Он может ошибаться. Подвержен иллюзии и прочее. Но тот, кто признает свое несовершенство и передает просто послание Бога, называется тоже гуру. Он Ади-гуру, а это гуру. Представитель Бога, то есть почтальон. Сам почтальон может быть небогатый, но может взять перевод и принести вам на тысячу долларов, передать его, ничего не взяв и не добавляя. Вот эту роль, если человек несет, он называется тоже гуру. То есть признавать свое несовершенство, это прежде всего. Должен осознать свое несовершенство, только тогда он может стать гуру. Гуру — это ученик своего гуру. Никто не является просто гуру. Если кто-то представляет гуру, вы должны спросить, кто твой гуру? Если нет гуру, оставьте. Это просто какой-то талантливый человек, но это не гуру. Или влиятельный человек. Гуру — это цепь преемственности. Гуру — это от Бога. Все остальное другое название имеет. И закон такой, что мы, поскольку говорим о сверхдушев сердце, что гуру находится в вашем сердце, Ади-гуру. Если вы искренне хотите принять духовного учителя, первый об этом узнает в сердце Ади-гуру. Именно он сводит учителя-ученика. Это закон. Просящему хлеба камень в руку не положит. Это вы получите. Это обязательно произойдет. А можно мне тоже вопрос задать, пожалуйста? Очень важный. Я вас не вижу. Это мой. Да. У меня такой важный вопрос. Это про тему родителей. Вы сказали, что их нужно уважать, любить. Я с этим полностью согласна. Но как быть, если общение с родителями вызывает раздражение и такое ощущение, что они высасывают из тебя энергию? Отношения пыталась наладить, но не очень получается. Так и есть. Вы правы полностью. Родители не обучены. Они приносят много беспокойств, потому что остаются в невежестве. Каждый человек должен знать, что примерно в 50 лет он должен отстраниться от семейных дел, не вмешиваться в эти дела. Иначе его просто будут силой выталкивать. Плохая ситуация. Кроме этого, родители продолжают контролировать вас до смерти вообще. Так, не так, это не так. Тут ты не понимаешь, что вы уже взрослый человек, вы должны уже сами своим опытом владеть. И тут родители не дают вам покоя. Вот поэтому мы не хотим жить вместе. Потому что люди, после 50 у них меняется дхарма, долг. Они не знают об этом. Они также с привязанностью пытаются влиять на вас, хотя в этом нет никакой необходимости. Вмешиваются. Видите, какая вещь? Они вмешиваются в личную жизнь. Они не любят там, не знаю, зятя там, тещи. Это притча во языцах вообще. Эти семейные дела. Поэтому также образование должны получать родители. Разъясняйте им. То, что вы раздражаетесь, тоже не выкат. Должны разъяснять им, как устроена жизнь, как будет лучше, чтобы наша семья сохранилась, какие обязанности появляются у человека уже в этом возрасте, в 50, 60, 70 лет. О чем он должен думать и чем заниматься. Никак не семейными делами. А о душе должен думать. Но они не получили знания о душе, и они не знают, чем заняться на самом деле. Ну, например, моя мама, она занимается, она понимает, она слушает ваши лекции различные. Ну, тогда легче. Тогда просто напомните, и все, она будет стараться. Она хочет еще и меня научить, но я ей объясняю, что я взрослый человек, и я тоже изучаю все, но она не верит. Да, тогда легче. Тогда вам повезло. Не так страшно. Спасибо. Если мама практикует, потерпите, ничего страшного. Скажите, пожалуйста, Александр Геннадьевич, у меня такой вопрос. Я здесь. Где? Тут я нахожусь. Сюда посмотрите, пожалуйста. Да. Да. У меня есть духовный учитель. Он не в традиции кришнаидов. Должна ли я у него спрашивать о повторении маха-мантры? Конечно. Если у вас духовный учитель, должны с ним сверяться, безусловно. То есть сначала я спрашиваю у него, а потом только какую-то практику, да, применяю? Этикет таков, что если у вас уже есть духовный учитель, вы имеете посвящение. Все, что вы услышали интересного, прежде чем принять, вы должны предложить ему. С ним посоветоваться. А если он, ну, недосягаем, например, вот так вот в простом диалоге, у него очень много последователей, и я не могу ему написать и подойти вот так вот. Тогда можно спросить его последователей, которые знают его ближе, лучше, его учеников. В общем, общаетесь? Спасибо. Я крещеная, православная, по утрам вместо мантры мне нужно читать молитву. А и какую? Или что-то иное? Если вы на самом деле крещеная, православная, вы должны знать молитву. Самая сильная молитва в христианстве это Иисусова молитва. Господи Иисусе Христе помилуемя грешного. Вот что повторяют христиане православные. Отче наш хорошо, но вот эта молитва сильная очень. Там есть имя Иисус Христос, 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 Христос. Это именно так же, как с Кришной созвучно. Это греческий вариант слова Кришна, Христос. В этом ее могущество. Это немножко другое настроение, потому что маха-мантра пробуждает радость, ликование, а Иисусу молитва требует такого плачущего настроения. Помилуй меня, то есть я прошу прощения. Немножко отличается настроение, но суть та же самая. В разных настроениях могут быть молитвы или традиции даже. Есть такая книжка, я думаю, в храмах, в монастырях ее можно найти. Я читал ее давно. Записки странника Отцу своему духовному, по-моему, так называется книжка. Там как раз об Иисусовой молитве, и когда она вышла, эта книга давно, еще в старой России, тысячи людей стали, бросились к этой молитве, потому что там описаны потрясающие вещи, практики Иисусовой молитвы. Но не у всех получилось, волна потом отхлынула, не у всех это получается, там написаны причины, как нужно подойти к этой молитве. Там еще более строгие правила, чем я говорил про маха-мантру. У меня сменная работа, приходится работать ночью, как я поняла, с лекции, это очень неблагоприятно, ваш совет, пожалуйста. Нет, 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 нет. Это схема, это, видите, жизнь, видите, как все. У нас вот есть сменная работа, ночные вещи. Нужно понять одну вещь. Это я и моя, вот скажем, практика, но еще и сверхдуша, которая понимает ситуацию, в которой я нахожусь. Например, если у вас нет никакой возможности, вы хоть что-то делаете, в вашей ситуации это очень много. сверхдуша оценит это в тысячу раз больше. Если вы в невозможной ситуации хоть что-то делаете, это огромный плюс. Поэтому в вашей ситуации, если у вас смена работы, пытайтесь это делать как-то, как получится. Значит, у вас будет, может быть, не это время медитации, другое время медитации, но отдельно отведенное для этого. То есть есть свидетели, поймите, перед ним будете чисты, ваш сует будет чиста, все будет в порядке. Не беспокойтесь об этом слишком. Хотя это благоприятные санки. Но самое главное, одобрение сверху. Санкция свыше. Можно вопрос? Где? Да? Нужно думать о Боге, даже, например, перед смертью, думать о Боге, чтобы возвыситься. Но для меня пока непонятно. Его нужно как-то представлять как какой-то образ. Или это как-то по-другому вообще. Непонятно. И страх, что я могу ошибиться и неправильно думать о нем. Поэтому? Поэтому. Очень хороший вопрос. Есть шастры или писания. В писаниях описываются имена Бога, скажем. Или природа его Бога описывается. Или намекается на его духовное бытие. Так? Есть имена Бога. Скажем, в Коране 99 имен Аллаха. И каждое имя имеет значение. Верно же? Вы же можете медитировать на эти значения тоже. То есть на слова и пытаться понять. На то имя, на которое вы медитируете, то качество себе развиваете. Вот он контакт. Вот он смысл. А когда качества развиваются, открывается все само по себе. А если я не определилась, грубо говоря, с направлением, с религией, и тем более с именем? Это не проблема. Это определите сами. Не проблема. Утрясется. Это в поиске. В поиске все хорошо. Это сравнивается с тем, как железо погружает в огонь. Это практика. Железо – это просто вот железный пруд. Все. Но если соприкасается с огнем, оно уже раскаляется, оно становится как огонь. Он действует как огонь. Вот если вы это имя Бога повторяете, вы уже не просто человек. В это время вы уже обретаете природу духовную. Вы начинаете действовать и говорить по-другому, и чувствовать по-другому. Вы все это увидите сами. А вот то имя, которое в сердце попадет, вот это вы и примете. Ту традицию. Поэтому здесь вам нет как бы советчика. То есть правильно я поняла, что я пока перебирать должна. Пробовать, искать, читать, изучать, общаться. Вот сейчас это необходимо. Все остальное придет. Спасибо. Разрешите задать вопрос? Где? Я слева от вас. Вижу. Я хотел бы узнать, если человек задается целью повторять определенное количество махамантры в день, он обязательно должен делать это подряд? Или это можно как-то растянуть? Нет, нет, нет. Это можно разбить. Да, согласно обстоятельствам. Например, 16 кругов у меня не всегда получается с утра целиком. Иногда я разбиваю, напополам, иногда даже на 4 части. Но в течение дня я это делаю. Работа в полиции это гунноневежество? Спасибо большое. Нет, зачем же так о полиции думать? В целом нет, я не думаю. Скорее полиция это как бы аппарат насилия, аппарат контроля, аппарат военных. Это гунна страсти. Природа гунны страсти. Там воины работают. Невежество в том смысле, что это может стать невежественной деятельностью. А тот человек уже зависит, во что он превратит себя там. Как он злоупотребит своим положением или нет, это уже другой вопрос. Но сам долг, он не может быть невежеством. Долг всегда находится в гуне благости. Например, работа в страсти. Полицейские оружия, это страсть, все такое, организация. Но долг ваш в гуне благости. Если позиция долга, это благость. Понимаете, да? Долг возвышает человека. Любой труд возвышает человека, если он с позиции долго исполняется. Если с позиции наживы, все, это уже невежество. Если даже вы учитель великий, но с позиции выгоды все делаете, это уже невежество, это уже обман. Если мы просто на этом делаем деньги, карьеру, это уже ложь. Можно еще вопрос? Где? Здесь я в центре. Здесь. Так, пожалуйста. Меня очень волнует вопрос, так как я в исламе. Ислам – это путь к Богу тоже, и тоже достигает совершенства. Люди, наверное, и святыми становятся. Но почему в исламе разрешено есть мясо, и даже есть праздник, Курбан-Байрам, когда нужно приносить жертву животное? И это, наверное, как-то оправдывается или нет? Я вот не могу в этом разобраться. Разрешено. И не только в исламе. И в христианстве есть такие, то есть в Старом Завете есть такие правила. И Христос прямо об этом не говорил. Он сказал, не убей в общих чертах. И в Ведах тоже есть разделы, где разрешено есть мясо. И как это делать? В форме жертвоприношения именно. Никак иначе. Везде есть такие разделы, такие как бы уступки, потому что люди не могут некоторые обойтись без мяса. Вот по этой причине. А высший принцип Ахимса, не убей. Высший принцип. То есть это не обязанность, если вы в исламе, не обязаны есть мясо. Это не грешность, если вы откажетесь от мяса. Совершенно нет. Потому что пророк, если вы изучите его жизнь, биографию, он же отказался от этого всего. Он же запретил убивать животных в Мекке. Там за пределами убивают. Он был против насилия. Ну а как же все-таки вот Курбан Байрам это ежегодно приносит жертвы очень много животных. Если сказать откровенно, эти жертвы сегодня не работают. Сегодня нет такой квалификации, чтобы совершать такие жертвы. Будда поэтому тоже запретил убивать животных. Если раньше это делали как жертвоприношение, знаете, как это делали? Я расскажу, не поверите. Они брали старое животное, закладывали его в жертву, а в конце этой яги омолаживали, оживляли его. И это был признак того, что ягия была правильно сделана. Успешно. Поэтому оттуда пословица старая, древняя. Не можешь вернуть жизнь, не имеешь права убить. Оттуда еще пришло. Сейчас таких квалификаций не существует, и люди делают эти жертвы, чтобы просто съесть мясо. Вот это нехорошо. То есть смотрите, есть какая рекомендация. Если кто-то хочет есть мясо, ну возьми какое-то животное, нише, ни мать, корову. Потому что корова это седьмая мать, семь матерей существует. Нельзя поднимать руку на мать даже в образе коровы. Мать-земля, мать-кормилица, няня, собственная мать, жена царя, жена священника. Корова тоже, мать дает молоко. Очень ценный продукт для нашего интеллекта. И тогда берете вот барана, это скажем, который не так чувствителен к этим вещам. Коза, что-то такое вот. И вы должны в новолуние взять это животное в темную луну, выйти за пределы селения с ножом и пронести мандру на ухо этому животному. Мам-со. Отсюда мясо. Мам-со. То есть я, ты буквально переводится. Сегодня я тебя съем, завтра ты меня съешь. Я позволяю тебе завтра. Это закон кармы, то есть я напоминаю себе больше, чем этому животному. И режете глотку этому животному. Безлунную темную ночь. Эти хрипы слушаете. Мам-со. В чем смысл? А в том, что через какое-то время начнете понимать, а зачем я это делаю? Мам-со. Что меня потом так же резали по закону кармы. Будда об этом говорит. Ты убиваешь барана, ты же будешь убить потом. Вот что работает. В этом яге уже никакого нет, жертвы никакого нет. Ты просто хочешь наслаждать свои чувства за счет кого-то другого. Вот к чему миссия дни сейчас складывается. Не говоря уже о наших сегодняшних днях, где работают бойни, простите меня. Это вообще чудовищная вещь. Вот к чему пришла от этих жертвоприношений. Пришли к бойням хорошо организованным. Это самый жуткий акт современного времени. И все вообще молчат об этом. Пока еще. Не понимают. Один мудрец сказал, что войны между людьми происходят потому, что люди едят такое количество мяса. Эти бойни животных переходят в бойни человеческие. Так работает закон кармы. Поэтому мой совет. От этого необходимо избавляться прежде всего. Остальные вещи я сейчас не буду говорить. Вот мясо это вот серьезная проблема. Серьезное препятствие к миру. И заедине. Никто не умрет, будучи вегетарианцем. Я же живу. Я же живу 35 лет. И дочь выросла за это время тоже. С рождения не ела ни мяса, ни рыба, яиц. Полноценный ребенок. Все. Дань с бородотом, творчество. Она активно живет. Все в порядке. И мы с женой практикуем. Не только я. Сейчас миллионы людей это делают уже. Сейчас вы, если в самолет садитесь с авиалинией, уже говорят, вы вегетарианец или нет. Раньше этого не было. То есть, это хорошо распространяется. Люди стремятся к этой чистоте. И уже через месяц вы увидите вегетарианство, что у вас характер меняется к лучшему сам по себе. Добрый вечер. Где? Да, пожалуйста. У меня вопрос такого плана. Есть ли у человека возможность за одно воплощение перейти в вышестоящую варну? И насколько вообще у него есть возможность прогрессировать? Или же он развивается в одной? А, хорошо. Варна – это профессия. Так, знаешь. Есть четыре варны. Есть рабочий класс, есть класс бизнесменов, класс административно-военный, класс учителей и священников. Это варна называется. И мы, согласно врожденным качествам, прилежим к какой-то варне. Это наша природа, врожденная, склонность к какой-то деятельности. Вопрос, можем ли мы менять варну в течение одной жизни, или это пожизненно? Варна пожизненно. Менять ее нет никакой необходимости. Менять нужно ашрам. Есть четыре варны и четыре ашрама. От обучения через семейную жизнь к отшельничеству и к отречению. Ашрам будет меняться в течение жизни. Варна не меняется, не нужно. Человек достигает совершенства любой варни при помощи ашрамов. Любой труд почитаемый. Не нужно занимать чужие места, это плохо. А вот духовное развитие для всех одинаковое. Мы все равны. А труд, хорошо, что он разделен, потому что то, что пища для нового, я для другого. Действуйте согласно природе. Благодарю вас. Можно вопрос задать? Где? Александр Геннадьевич. У меня не так долго, примерно чуть меньше года назад ушла из жизни сестра родная и по собственному желанию, то есть это был суицид. И с тех пор, несмотря на то, что я как бы умолюсь и все для нее делаю, все, что необходимо делать в таких случаях, меня не отпускает. И есть постоянное присутствие, что она рядом. И постоянно перед глазами вот ее смерть. Что можно в этой ситуации сделать еще? Нехорошая смерть? Суицид. Суицид. Да, это нехорошо. Что можно еще сделать? Зависит от вашего могущества духовного. Есть одна история из Пуран. Жил один человек в деревне. Ну и был отец, брат, благочестивый, а сам он был грешником большим. Сильно обеспокоил людей поведением. Дурные вещи делал. И люди буквально молились, что же, Господь, ты не заберешь его, не защитишь нас. И он однажды умер. Какой-то несчастный случай, просто умер человек. В деревне вздохнули и подумали, ну, слава Богу. Слава Богу, действительно, вот не жалко. И через какое-то время его родной брата, он совершил три церемонии шратки, чтобы облегчить ему грехи, вот эти все, чтобы он не попал в ваты, задание, или быстрее как-то вызволить. Есть специальные обряды. Они сейчас утрачены здесь, в наших регионах, но где-то их еще помнят. Скажем, Гайя, это такой город в Индии, где можно, до сих пор специально для предков существует, для поминования предков, чтобы освободить их от этих реакций. И они три церемонии шратки для него, что он очень греховный был. И однажды этот брат пошел в лес собирать хворост, и там дерево баньяна, гробное, и там дупло, и вдруг голос, голос брата, брат, помоги. Я так страдаю, так страдаю, это меня привидение. Это наказание мне за мои грехи, это ужасно. Такой голод, я лишаюсь рассудка. Мы совершили три церемонии шратки. Почему ты страдаешь? Я такой грешник, как и вот сто церемоний шратки. Придумай что-нибудь, помоги мне. Бежал домой, сказал отец, отец, я слышал, брат стал привидением, просит помощи, молится. И тут в деревне приезжает какой-то странник, саньяси, отшельник, монах. А если монах приезжает в деревню, деревня сбегается там в Индии традиции, они читают Пураны, священные писания, вместе вся деревня. До сих пор такая традиция. И они тоже пришли послушать этого странника. И задали вопрос о брате. «А ты приводи его на это слушание». Как же привиду? Он стал привидением. Вот тебе бамбуковый шест и семи колен. Пусть войдет туда. Приноси, приходи с этим шестом сюда. Взял брат этот шест, пошел к этому дереву, говорит, заходи. Пойдем слушать то, что ты никогда в жизни не слышал. Ты всегда от этого отказывался при жизни. Но это единственный способ тебе помочь. Заходи туда. И привидение вошло в этот бамбуковый шест. И он пришел. Семь дней Бхагавата Пурана длится. Семь дней рассказывал Шукаде Бхагасвайму царю Парикшиту. Этот странник тоже семь дней рассказывал это повествование. С утра до вечера был фестиваль. И каждый день одно колено этого бамбука отпадало. Отпадало. И в конце концов в последний день и треснуло последнее колено. Этот звук как-то распространился повсюду. Все жители стали смотреть, что случилось. И как будто небо пополам стало развязаться оттуда. Свет пошел. И какой-то такой цветочный небесный корабль появился. И какие-то существа удивительные, в которых был гол, сгремел, как грозовые тучи. И все говорили, где это привидение здесь? Давайте вы сюда. И все видели, что поднимается из их деревни прекрасное существо, сияющее на этот корабль исчезает. Что это? Объясните, что это было. Говорит, кто-то освободился только что. Достиг духовного мира. как? Как он освободился? Он слушал пураны. А мы тоже слушали пураны, сказали жители деревни. Мы же тоже участвовали. Почему же мы не освободились? У него не было другого выхода. Он внимательно слушал эти пураны. Он понимал, что ночеват пойдет. Вот он освободился. Так, сказали жители, мы никуда не сходим. Повторяем еще раз. Они еще все мне слушали, все освободились. Сейчас этой деревни на карте нет, можете проверить. Но это история, такая история. Спасите свой род сами. Вы должны сейчас чувствовать это. Вы же чувствуете, что это ваши родственники. Вы хотите им помочь? Пожалуйста, начните священную жизнь. Вставайте рано утром. Все получат благо от этого. Весь ваш род, все ваши предки. Если вы достигаете чистого, чистой преданности Богу, говорится, до сотого колена ваши предки освобождаются. 14 колен или от могущества зависит, или до сотого колена. Вот такая информация. Да? Можно спросить? Оксан Геннадьевич. Где вы? Я здесь, в центре. В центре. Так, пожалуйста. Я хотел спросить, почему тяжело идти по пути своего предназначения? Душой чувствуешь, что твое предназначение, допустим, вот у меня, мне кажется, у меня предназначение лечить людей, помогать, быть здоровыми. А что-то не дает? Не хватает то времени, какие-то дела отпускают. Спасибо. время, время смешивает все, кали-юга. Нет порядка ни в жизни, ни в погоде, ни в отношениях, стабильности не существует. Поэтому я вас понимаю, иногда именно хочется делать то, что согласно природе, но некогда. Нужно работать, зарабатывать деньги, как-то жить, потому что не прожить или что-то еще вмешиваются в какие-то ситуации. Такая сложная карма. Поэтому мы не с этого начинаем, не с профессии, а с ранних утренних подъемов беремся за себя, упорядочить свой ум и чувство, свою жизнь, свою жизненную силу. Попытайтесь понять важность того, что мы сегодня говорили. Потом найдете себя. Найдете себя. Естественно, природа никуда не денется, она проявится в нужное время. Это как семечко, оно в нужное время пробьет этот асфальт. Все равно это сила. Никуда не денется. Спасибо. Александр Геннадьевич, спасибо за лекцию. Вы сейчас говорили в лекции про Питро Локу, планеты предков. И вот девушка спрашивала про род, вы рассказывали. Объясните, пожалуйста, я не очень понимаю. То есть есть карма реинкарнации. Человек в следующей жизни попадает куда-то, другое тело, если повезет, человеческое. И в то же время есть род, планета предков. Ну как вот в этот совмещается? Планета предков. Я не думаю, что это наши деды и отцы предки. Это те предки, от которых прошел род человеческий. Это наши предки. Не все люди являются как бы нашими предками по согласно передаче знания. Например, мне мой отец не оставил никаких знаний. Но он просто работал, чтобы поддерживать семью. А предки – это те, кто именно заботится о другой стороне, чтобы род человеческий не падал. Это предки. Есть такая планета предков. Может быть, не очень простой вопрос, но вот такая вещь. Добрый вечер. Можно? Да. У меня немножко волнуюсь. Ситуация такая. Я в разводе 10 лет назад. Тем не менее, мой бывший муж каждый год забирает нашего общего сына к себе в гости. Он живет в другом городе, в Воронеже. Дело в том, что просто каждый год после этого сын приезжал с каким-либо заболеванием. Либо мочевой пузырь простужается, либо что-то. Последний раз с бронхитом. То есть ребенок уезжает здоровый, приезжает, но они не могут тому следить. Я так понимаю, ну как по-другому. Вроде бы там и бабушка есть и прочее. И так продолжалось 5 лет. Я очень устала ходить по врачам, нервничать, переживать. Туда меня не пускают. То есть я просила, давай я тоже с сыном поеду к тебе, да. Там есть третья жена, которая, ну, категорически боится за их, видимо, отношения. Два года назад он сам как-то пытался к нам в Казань приезжать. происходит такое, что мой муж бывший давлеет и начинает требовать либо манипулировать, ну, не присылать алименты, допустим, если ты не дашь мне ребенка туда. Сколько сыну лет? Сейчас 11. Он хочет к отцу? Он хочет к отцу, но он понимает, что мама говорит, давай вместе. Я хочу, то есть это вот сложно. Ну, не знаю, то есть меня подавляют. Конечно, сейчас нынешняя жена полностью манипулирует моим бывшим мужем, она его сильнее. Ну, не знаю, как вот быть? Молиться, вроде я уже молилась за сына два года, да. Это, ну, были, конечно, христианские молитвы, несмотря на то, что я мусульманка. Мой бывший муж христианин. Вот. Нет, тут другого выхода нет, другого выхода нет, ребенок должен общаться с отцом. Это понятно, но я не могу, чтобы он постоянно заболевал, понимаете? Мне это тоже очень сложно. Я хочу, чтобы он все-таки здоровой личностью. Мой муж из той категории кофе, работа, секс. Понимаете? Чем старше будет... Но вопрос формулируйте мне. Я понял ситуацию. А вопрос в чем? Это ситуация. Это ситуация. Это скорее совет нужен, верно же? Нужен совет. Как быть сильнее и как, чтобы вытащить сына, чтобы он был выше, чем его отец? Единственное решение вопроса. Это ваше правильное общение с бывшим мужем. Чтобы он взял на себя полную ответственность за его здоровье. Это единственный вопрос. По-другому его не решить. Потому что ребенок должен видеться с отцом. И решать это с бывшим мужем. Ну, это вот из практики показало бесполезно. Пять лет он привозит меня и говорит, что ты мне его больным привозил. То есть я не знаю уже. Да, вот только так. Остается только так. Спасибо. Олег Геннадьевич, а можно вопрос еще один? Я здесь. Я. Я здесь. С другой стороны. Да, благодарю вас за лекцию. У меня такой вопрос. Я знаю на него ответ, но не могу его понять, поэтому хотел еще раз у вас спросить. Сталкиваясь со святыми местами, с возвышенными личностями, я лично испытываю всегда огромный трепет, чувствую любовь в сердце, и вот есть информация, да, о том, что мы пали с духовного мира в этот материальный для того, чтобы вернуться обратно к Богу. Но вот даже если встречая просто маленькую капельку духовности в этом мире, вызывает такой восторг, такой экстаз, я не могу понять, как же можно было тогда пасть. Хотя я, конечно, понимаю, что говорят, это наше эго, мы хотели стать Богом, но я не могу все на том осознать, как же можно было от этого всего отвернуться, сюда прийти. Нет, нет, мы не упали, мы не упали, мы ушли оттуда, но недолго. Короткую историю расскажу, что у нас уже время истекает. Однажды Нарада Муни с Кришной шли через джунгли, путешествовали, и Кришна говорит, Нарада, как-то я устал, присядем здесь. И Нарада воспользовался этим и сказал, дорогой Господь, у меня к Тебе просьба давнишняя есть, не решался к Тебе подойти с этим вопросом, вот скажи, можешь мне объяснить, что такое Твоя иллюзорная энергия, Майя? Объясни мне, как она действует. Никто не знает, как она действует. Ни одно живое существо. Объясни, как она работает. Кришна говорит, Нарада, ну, объясню, ну не сейчас, сейчас я устал, хочу пить, посмотри, тут воды нет мне по близости. Принеси мне хоть немножко воды. И Нарада пошел и послышал, там ручей, о, тут вода близкая. Нарада, это мудрец, трансцендентный путешественник, он брамачарий, вечный странник. Он подходит к этому ручью и там красивая молодая женщина стоит и такой большой кувшин наполняется водой. И Нарада тоже ждет своей командалой, чтобы взять воды. Это время идет, он наблюдает и смотрит, красивая молодая женщина. Кувшин какой-то большой, тяжелый, маленькая женщина, странно, как она вообще поднимет такой кувшин. В конце концов, он сказал, вам может быть нужна помощь? Я говорю, знаете, на самом деле нужна помощь. Мне очень трудно ненести бы этот кувшин до деревни, не смогли бы мне помочь. И Нарада взял этот кувшин, понес дом к этой женщине, они познакомились по дороге, узнали, как зовут. В конце концов, историю сократить, он там женился на ней, остался в той деревне и стал жить, на работу устроился тоже. Стал там землю пахать и прочее, потом дети пошли, но как обычно, там много детей, и они жили, дети стали расти, и там уже они стали накапливать какое-то имущество, обживаться. И однажды случилось чудовищное несчастье. Непредсказуемая вещь. Ну, просто стихи разыгралась, такая, такой ураган, такое наводение, погибла вся деревня. И скот, и дети, и жена, и дом, все было разрушено, все, опустошение полностью, и этот Нарада каким-то чудом выжил в этом хаосе и взвыл просто от горя. Боже, за что же это такое наказание? Я же жил вроде праведной жизнью, я женился по всем правилам, воспитывал детей. И он плакал, и плакал, и вызывал, и вдруг он слышал, Нарада, 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 сколько тебя можно ждать? Я тут уже три минуты жду тебя, пить хочу. Три минуты, три минуты, три минуты. Это что, три минуты? Я же прожил целую жизнь. Это иллюзорная энергия. Но мы ненадолго же ушли оттуда ведь. С точки зрения духовного мира мы не больше мгновения находимся здесь, а ведь иллюзия работает, что мы тут проживаем жизнь Вселенной, если не больше. Но мы ушли оттуда добровольно, упали позже под влиянием этой иллюзорной энергии. Из духовного мира никто не падает, но кто-то может уйти. Наше время истекло. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ